даешь еще раз the last was the lost was дважды проходил его ну вот соответственно и там режиссерскую версию сомневаюсь что нужно третий раз потому что есть все уже прохождения нехорошие но игра от этого не становится хуже я просто рекомендую если вы не проходили the lost was что вас консоли нет можно у кого-то взять например ее но это лучшая игра на playstation 3 которые когда либо видел в принципе лучше я не так много игр видел ради от одной ее можно и плойку у кого-нибудь подрезать или даже приобрести потому что особенно если вы находитесь в той же самой приблизительно той же самой ситуации по возрасту то есть вы там уже не совсем молодой человек там лет по 30 у вас там есть ребенок то она вас не может оставить равнодушным великолепно и никакой политики никаких косяков там с историей никакой их глупых диалогов все продумано и при этом игра остается кинематографичный и то есть это типа кинцо но кинцо и с хардкором по прохождению и не вызывающее ну без вот этих вот раздражающих факторов которые есть в изобилии в ларке как же heavy rain другого типа все-таки heavy rain это еще большее кинцо а в the last of us там достаточно много экшена и сложных моментов которые над которыми придется попотеть особенно если вы играете на максимальном уровне сложности кирпичи самонаводящий ну это да это кому как но без кирпичи там было нереально потому что потому что иногда есть только ты зомби и кирпич и кроме вас в этом мире больше нет никого очень удачное время выбрала женя для уборки давай прекращай красавицы что значит нет жизнь за мерзула так возвращаемся заказываем героем 3 гули у меня есть я жажду служить а где ларина попа в записи посмотри марио смотри в записи ты еще в камеру полезешь со шваброй да евгения чего желает мой поведитель так цены я пока терплю у меня провоцирует как могут ну брысь все уже прекращай дат какие две минуты чего постройка завершена не те я щас вернусь готов поехали так герой выходит алхимик магазина нет а в секунду работаем надо было дождаться наверное скелетов сейчас подойдет еще один финт я до магаза сбежу гулю заказываем привычным здесь наверное лучше вызвать сразу скелета склоняюсь я не знаю как тут поступить лучше плане плане криппинга то есть куда идти и делать ли и наверное не буду я делать зигурат лучше сосредоточусь на фаст грейде на т2 потому что разница между четырьмя и шестью финдами так тут у нас хуман называющий скетов и сразу в центр пойду грейд пошел пока скелеты есть я попробую попробую ими вытанковать сколько можно пандеры конечно самый наверное классный раз в плане такого дистанционного криппинга вот второй зигурат я завтыкал со временем еще оси дочку только ради скорости не хватает мне опять же скелетов я пожалуй добегу до новых за новой палкой скелетов и надо было купить еще ботинки в магазине хотя не факт что они там были так тут вторую оси дочку тут скелеты еще вызываем их финдами спокойно крепимся потому что здесь пирсинговый урон и маги не так много наносит урону этого кофиндам книга ловкости окей попробую сейчас взять еще одну точку центральную ну мало ли удастся скажем вот сюда забежим еще один финт грейд на атаку экспо нужно экспо и девайс но уже нет постройка завершена так что скорее всего просто вернусь вернусь или попробовать все таки на вторую красную точку сходить хочется хочется еще успеть но бывает что некоторые некоторые люди не торопятся крипит центральную поэтому может прокатит или по крайней мере второй зеленый вот это вот нет тоже свеженькие трупы имеются блэйд мастера вижу а тут не закреплены так мне прикупка нужно в смысле закупка нужно мне нужны скелеты ну там блэйд кто это у нас от крео добил скотина ай не будет прикопки мне эх ты смотри какой все виндвок есть плохо 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 о блэйд мастер хорошо это уже другое дело особенно учитывая то что у блэйд мастера будет арба и еще минус армор от придется финда отстроить одного ищем почему так а гули хреново собирают просто потому что они не виноваты это я виноват потому что гули так плохо собирает да я их послал черт знает куда естественно немедленно все делают так вот он так так как да вот это плохо ну значит нужно этого товарища убивать раз он такой дропарь дропарь книга опыта отлично блэйд будет у нас 2 левелом проблема вот в чем я не могу сейчас нормально уйти и я не должен уходить я должен сначала провести разведку на предмет потом возможно даже возможно даже дождаться сетки у нее кипер рифлы вышки я понял особо не поубиваешь так пару рабов можно посмотрим что он делает сеточка сделаем он хиляется уходит у него рифлы и вышки чем какие-то странные вообще и те и другие ноке и есть у нас значит обсидианки он пошел опять ведь так уводим нужно развести его на т.п. он сюда придет я должен изловить да ладно друг ты палишься просто вот такие вот есть товарищ понимаете которые прислушиваются к стриму внимательно то есть понимаете да он взял пошел дропать но потом передумал ладно хрен с тобой ну просто потом решил не лететь это сплошь и рядом бывает так я возьму сапоги возьму свиток верно все таки даже свиток важнее денег на сапоги пока нет из 3 вышки она мы не то нет мы не надо вырубить магическую и будет уже хорошо хорошо здесь еще одного калитом и вообще нужно зайти конечно к рабам а нет давайте поконтролим немножко свиток он покупает и и а и и а и и и и и и и и достаточно много потерял конечно я тоже потерял четырех финдов остальном прекрасную маркиза как говорится все хорошо все хорошо он светит конечно я лечусь продолжаю нарезать там подходит еще один добиваем надо заказывать следующего ой там верм ё-моё телепортировать срочно нет 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 блин что я сделал жалко блэйда жалко я еще не сделал грейд на т2 такой фейл не сделал я грейд на т2 когти надо передать надо сделать еще второй грейд на атаку склепов заказал блэйда восстанавливаем что же я так завтыкал то с грейдом ладно сейчас самое главное сделать так чтобы но он добьет его большую часть экспо я все-таки взял это хорошо а у него патма верм финды ну значит просто отменяем тогда пока что делаем пару нерубок регеним ману ставим точку сбора он чекает меня опасно но того он еще не добил может побегать чего желает можно сделать сакрпай шел шина постройка завершена за ботинками можно сбегать то есть я жду для начала когда этот хуман выйдет тройка завершена этот может случиться в любой момент ну как ну там чем он отбиваться то можете чем он не может отбиваться его скорее просто мочит и все да и вот он делает они он пытается отбиться пытаюсь уйти получаю берн здесь не такие прокаченные да ему некоторое время понадобится для того чтобы справиться исследование завершено делай мармор я сбегаю попробую за шредером хотя это приведет к тому что придется мне опять сейчас проверим если есть шредер то все отлично да надо еще закрепить этих троллей же точно крео рядышком да ну можно шедер купить но гулей надо убить по крайней мере двух блэйд приходит в себя им кстати можно было бы сбегать и в центр качикман поддержал ваш канал 100 рублей михаил здрасте привет вы помолодели я чуть подстригся не сильно ну да так в центре есть вампиризм ой-ой-ой тут в центре вообще весело что взять вампиризм может быть даже и стоит как тебе даже может быть стоит так главное еще сильно не палиться так нужно блин 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 ой дима хантер следующий герой беги ладно ну я добил его девайс не взял к сожалению но я получил 200 голды и экспу что самое главное лвл ап получил так ну давай тогда финдов немножко да жезл люди конечно чушь редкостная ничего страшного а грейд на атаку же еще все и вот теперь надо идти сражаться вот за эти две базы хотя кстати этот товарищ все еще не вышел между прочим так диме наверное тоже вроде как арбу но арбу арбу в первую очередь блэйд мастер нужно выдать горьку возьмем с собой все равно нужно сливать так есть два свитка да арба блэйду нужно он больше урон наносит так а как дальше то тянуть нельзя давай одну шейду сделаем третий грейд на атаку к моменту сражения будет готов ух пачка финдов практически арба может успеет откатиться может вторую даже возьму ну лучше наверное блэйд мастеру взять бутылек или свиток могу если что дистроф поднять давай блэйд родной о вражеская шейда здесь стояла оказывается так блэйд готов я так передам и куплю свиток все три свитка есть почти 80 лимита и сразу колита давай возьмем двух сюда поставим вернемся к этому хуману герои великолепные но степень прокачки очень не радует а вот он вышел только вышел кстати это отличный тайминг для меня серпетка вижу что потма идет ну в смысле сова летит и вот он вышел вот они ой вроде вовремя так тут третья оситка блэйд не в первой группе был ну хорошо тогда лечимся просто да берем о мистер аполло стримов привет передает две шахты пилиум да блэйд был не в группе это косяк а я там ему виндвок там через атаку он очень долго бежал со своего мейна верма бы одного запилить о а тут можно порезать рабов ну как никак второй левел получим димкой но он тоже должен за эту базу сражаться в этом то как раз и смысл что ему я уверен тоже хотелось бы да дима получил уровень еще минус шейда аура то откуда действует а тут видимо инвизный да товарищ стоит а инвизный значит герой вычислили сейчас героя по ауре который распространялся на рабочих ну это козел там стоит с этим с а да козел стоит просто он даже не палится на самом деле просто он вдалеке стоял я думал патма просто струшот ну какой какой трушот если так инвульчик будет затарить ботинки у всех героев есть инвул пожалуй диме еще пару рабов здесь чтоб время не терять пару рабов здесь и надо размениваться три грейда на атаку есть нужно сделать еще грейд второй третий на армор и попробовать посражаться с с с этим соседом у как я вовремя постройка завершена никто не постройка завершена осидочка короче с двумя сражаемся и ну надо на андет этот и орк который странно что мне казалось что этот у орка очень странно орк вовремя пришел тоже молодец и в что он и не в и и и и и и и и и ок так чуть назад диму побежали за димкой ой как я такой слупок блин я не заметил ой опасно ой оркзаре подходит быстро на зтпс бегать в надежде на то что здесь кто-то выживет еще блэй бегим хороший выбор ну косяк ребят грязь не не держись держись ладно двух ценных спас это уже хорошо лава получил но да за фейл как он под фокусил просто под арбой достаточно быстро нашего алхимика представляете 1 2 3 4 пытаюсь поскупать ценные девайсы ценных девайсов кроме маски смерти который тоже брать не очень хочется нету я подожду оставлю тут глаза убиваю вражеские глаза наверное имеет смысл как раз одного верма запилить тут потихонечку восстанавливаем жизни ману и главное умер то как стп совсем со всеми со свитком там еще стая просто пауков стая диме тоже арбум ну корону я хочу хочу корону да алхимику маску смерти кажется кстати норм зайдет потный орк тут еще 7 вы правы третий армор блэйд возвращается алхимик тоже приходит можно взять само на одного алхимику действительно маска отлично заходит просто потому что он и так стреляет по воздуху а минус армор и так будет у кого-то можно резурек взять но я думаю что надо приходить к этому товарищу его добивать и с потным орком выяснять там отношения окей ну поехали ладно раз два три некоторое время еще потусуемся подождем сер клетка появляется следующим девайсом здесь не нужна мне сер клетка не нужно продакшна чуть добавляем скоро закончится скоро все закончится юзер 15 левая экспо мне нужно мне нужно сейчас конвертировать бабло в экспу чтобы дима тоже под подрос с один девайс дождусь если нету возьму амулет лес охристо ну охристор это на на один раз конечно же на между 5 главное до 6 не довести возможно даже димку имеет смысл отфокусить считывая то что у него и со здоровьем беда попробуем пройти да ну до си дочку бёрн сразу и туда пыщ 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 на рейдж осидка дрейн поехали или папа тмеп короче а клик пос делаем у сон а клик не всегда хорошо работает так минус один герой вот сейчас можно опять этого еще свита к си дочкам можно рестор сделать но пока не вижу в этом смыслом такого какой же он плотный трендец давай рестор а это плохо о зажали и зажали убили есть шестой левел можно попродавать закончился мейн это повышает актуальность центральной базы сразу значительно противорка мне нужно пара обсидианок соответственно дистроф продавать некого ну тут только акалит продавать но это же дешевка понимаете может кого кто то тут достроится я смогу то есть пожирнее но нет да никто не строится забей ну значит акалита тогда а вот и ор и он было продавать так это дает мне возможность дает мне возможность в центре укрепиться а только надо брать конечно же так ты в центр ты сюда ты за свитком ми ой хорошо как блэйд что там в центре есть корона одна ай когти возьмем тоже нужно еще дестройерам продать то время на какого-нибудь продать то время нет хочется же продать то время кому не хочется продать то время всем хочется продать то время то время большие дорогие дестройера есть толку пока немного потому что он избегает сражения ну можно его попытаться как-то спровоцировать но пока он не провоцируется центральную занимаем можно конечно пару финдов слить можно 5 рабочих продать ох ты тут торчающий бегает какая там да следующий клиент это как раз орк или с орком пойти размениваться раз он не хочет сражаться значит попробуем сразиться с ним сами заодно и лимит послеваем вирус свиток прохожу сюда проверяю не поставил ли он здесь базу не поставил вот здесь у него видимо база да все еще добывает два косаря постройка завершена обрушить постройка завершена постройка завершена постройка завершена не рубки не хочет сражаться понимаете пока я не вижу желания его у него сражаться постройка завершен наюля поэтому дальше выхожу из ом준 не менее amen не менее часто вторую базу у него попробуем убить а не хочет ась и . ой 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 1 2 рэдж так во-моё сник noget шестой блэйд не там я начал крутиться а здесь нападение дима падает и я палюсь я палюсь и реинфорсмент приходит ухожу из центральной восстанавливаю диму так что делать продаемся да здесь бабло нет здесь бабло заканчивается но я ужасно подрался ужасно бы мне дерево ценен этот это ядом in wool так сейчас короче не суетиться есть еще возможность что-то сделать хорошим батка миллион правда там еще кастер им точно надо из лимита выходить что могут забрать меня чего желает мой да свершится предначертанное живые наступают ну ясно не дадут мне видимо да чьи ажи кэнт ой шестой да зигуратами проблему еще ну ясно и здесь этот еще с виверными так что я могу что я могу я должен выходить как-то на эту базу должен дождаться димы возможно как-то на шестых левелах бачком бачком побегать по продавать пока есть причем начинает зигуратов очень опасный момент час капец какой опасный ой что мне может помочь продажи ненужных строений правильная блин . сбором ловля этих и 80 лимита с дистрами надо сейчас очень аккуратно жить очень 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 аккуратно жить передаю один свиток блэйду нужно бабло бабло мне получить сложновато сейчас пойдет потихонечку капать сначала подниму дестройера потому что один это вообще не серьезно ну вот видите два лимита ну я на одном отдался зря вот это была глобальная ошибка да здесь уже все здесь уже идут продавать бэм это сразу плюс плюс 200 дальше поднять еще одного дистра лимит 80 кое как отстроили возвращаться сюда продавать крупных юнитов что мне нужно о сражение бы назад очень много плюс омона Я уже насливал Продаю Таурена Там еще один подходит Один ТПшится Ой, там 10 левел АМ Это капец Это капец, уважаемые Пытаюсь отступить Но сейчас Дима теряю Там Инфернал Короче, на 5-2 Такие классные герои И все равно не это самое Да, я очень долго, видите, героев не качал Реинфорсмента очень серьезная Разница по героям 10, 8, 7 А у меня 7, 6, 5 Увы Но Это фуфа Ничего не сделать Добрый вечер, добра вам Счастья, здоровья Уважаемые зрители Переведи резак Зачем, куда Он там первым разваливается У него жизни нет, к сожалению На такой стадии он не решает Привет, фараон икс Что-то вы все какие-то голубые, извините Что-то зелень молчит Ничего не пишет Одни саппорты Да Когда шоу-матч с Боннивуром Интересно Вопрос Од Михас Говорит Добрый вечер, я переписал инфу по выводу Указал в мр кошель Такая Такая Причем здесь трансляция по варкрафту сейчас Вообще Это же Если заявку сделал, то какие Причем тут вообще зрители Причем тут Я во время стрима Я Может и радостью поделился Это, конечно, прикольно Но это же вопрос саппорта Странно Но я поздравляю Мастер мейл, салют Да, у нас начало месяца Поэтому достаточно много заявок на вывод средств И не у всех все в порядке с С оформлением заявок Ну там Скорее не только Не всегда проблема товарища Которые подают заявки Но там и особенностей переводов То есть есть ограничения определенные на переводы Парон Икс говорит Я просто на ГГ давно не был Вот вернулся Скоро внесу зелень в эти серые будни Окей Не обязательно Было бы неплохо Тем более на премии у нас 60 фпс В HD Варкрафт в таком качестве Это, конечно, топич Для Варкрафта А как же русофобский Том Райдер? Там же так смешно Завтра, скорее всего, будет вторая часть Мы начали сегодня с того С объяснения Почему сегодня нет Том Райдера Самое главное Я не хочу сегодня в него играть Все очень просто Тем более Запись довольно жирная Многочасовая И она такая весомая Там 8 мегабит Поток идет Поэтому она только-только К вечеру появилась И те люди, которые Пропустили стрим Ну никак ее не могли посмотреть Поэтому пусть день будет пауза О, эльфы Эльфы победу Конечно же не гарантируют Особенно вы видите Как я весь полпразвожу Но, тем не менее Разнообразие И шансов побольше, конечно Респ хороший Не топовый Но все же Надо определиться Куда мы пойдем Скорее всего, наверх пойдем Крипится Тут и бамбры Близко И на эту базу Реже люди уходят Чем на нижнюю Иван Варга Тебе спасибо, что смотришь Стримы для меня И Варкрафт, в частности Такая отдушина Хоть эмоции бывают разные Ну, понимаете сами Как в прошлой игре Тоже можно было и пополыхать По тому поводу Что, как бы Пришлось два раза сражаться Сначала с одним Потом со вторым арком Ну, это же ффа Каждый сам за себя И Но все равно Удовольствие получает процесс Поэтому Это приятно поиграть К-контроль Да, да, да Готово К-контроль Где-то прям в точку Ой, кульбит с нами Странно, что он всего сообщения В два слова написал Фейк, наверное Да, тимит они тебе Да нет Там просто варды стоят И все Что у одного Что у второго То есть они прекрасно знали Когда там Замес на экспандер И у сего Тут самое главное Не переборщить С проабощением Не переборщить С виспами Поставить барак второй Так Как надо Чтобы виспов Было Как раз Под второй арчу Ну вот так вот Немножко денег Не хватает Но это из-за того Что я косячу Ладно Давай так сделаем Ха-ха Ай, господи Дай мне сил Это стреляют Из-за того Что я завтыкал Слегонца С голдой Ё-моё Все, я пожрал Немножко елок Мне ничего Все нипочем Ну, петлуард Петлуард Петлорд Ё-моё Это же Топовый герой Что задумаешь С петлордом Так, а где Ага Точно Грейт На Т2 Побыстрее Потому что Ну, одним Петлордом Как гласит Эльфийская Поговорка Сыт не будешь Кое-как Крипимся Ну, таки добиваем Таки да Правда Не ясно Как с двумя Арчами Петлордом И деревом Крипит Следующую точку Ох, подожди Михаил Не торопись Зря Не лезь ТЛС Есть Может быть Стоит Арчуй Покреативить Ага Покреативил Креатив Просто А стену Непонимания Так, давай-ка Хауль Реально Хауль Нет, не хватает Все, теперь норм Барак Барак Вот пришел Вовремя Как раз для того чтобы В тот самый момент Когда он мог Добить Лапой Голема То есть он Отъелся Восполнил ХП Молодец И пришел Разбираться О Tomb of Experience Я счастлив Теперь Петлорд все равно мне очень ларты бараки поближе чтобы чтобы увидеть если пойдет когда пойдет противник даже наверное вот так поставлю тут учитывая то что тишь да гладь от нижнего товарища креплес естественно я жду лс тоже его не ждет барак не делает лишних движений древо выращено это надежда появилась на второго классного героем demon hunter blade master какие классные герои были в прошлой игре алхимик даже ну как бы о молодец кинулась подлец маг тот момент когда уже все я расслабился и думал какой лс уже не будет никакого лс поэтому мана наверное закончилась и масса причин чтобы не делать этого но это крипы непростым доедешь здесь я точно хауль сделаю были меня блат добавил в друзья пацаны держитесь что-то напишет удачи у алхимик 1 хорошо не 2 пит лорд так заказываем виспов не спас барак ну и бог с ним зато мне есть 4 пит лорд ха 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 вроде как нужна третья база вроде как нужно бабло делать great на т3 тоже необходимо но денег на это нет с либо на базу либо на так мы здесь скоро появится бабло поэтому я сначала делаю базу зачем это к 2 лоренца запилил тоже не ясно 2 субимаски точно great перед всякими рядами медведями и прочим great пошел девайс кольцо защиты бог ну лечимся восполняем жизнью делаем одну дрядку сдаем один девайс так себе бешеный заказываем виспов потому что будут проблемы будут проблемы с лесом так лучше вот эту точку и так 60 лимита до нычка делается ок здесь виспы штампуются хорошо исследование говорят завершено лучше дрядку пока что рейдж ешечка вообще хауль классная вещь особенно фуфа 40 процентов редюс сравнивать с пандерскими конечно это чушь полная то есть взять стренджевика панды взять вот это вот стренджевика пит лорда и сравнить их скиллы небо и земля то есть и по боевым и по контролю и по механике но работать можно так козочки съели весь лимит но с тремя то базами я думаю не стоит долго сидеть в лимите это уж слишком по еврейски получается поэтому достроиться базой и я виспами медведями и прочим выйду из лимита а пока пока до штампую еще виспов пробую в центре что-то взять надо сделать разведку на ближайшего соседа проверить хотя бы так все пошел выход из лимита заказываю пару медведей тут есть кого покрепить еще но опять же петлорд крепится как не в себя знаете вот он как кто это данпил отличный сосед это как тещу кормить понимаете вроде как и нет теща у меня хорошая не надо так на нее ну плохую тещу вроде как и не пропадает никуда это вроде впрок идет но поле им лучше бы это был другой герой пошли всякие еврейские темы в чатике ну я снова не жалея маны закидываю закидываю алхимик в этот в это время уже третий айда алхимик медведи готовы да капитан готовы а грим все это вот красавца потому что он красавец рейдж оседочка хауль тоже не жалеем хауль потому что здесь а чего жалеть рейнджер конус спасибо тебе добрый человек за рейнджер ком рычу боевые хокти успеем дальше если тормозить не будешь то успеешь хауль осидком это было сало делать конечно ой все короче да ну вас нафиг заходи медведь бери шреддера пока не поздно и это экспириенс экспириенс выпал да вот к этому моменту как раз все и стягиваются в центр я сомневался в целесообразности потерял трех арчи одного медведя судя по всему да вроде как и надо и возвращаться туда надо надо там еще далеко не все закреплено люди ливают из игры мне в виспов уже потихоньку в расход пускать крип джек им или крип джек им крип джек им крип джеков это был девайс еще продавать ой все хауль рейдж оси дочка еще сеточка пожалуйста дрейн там как-нибудь хауль еще может не ну чё мы его неплохо подрезали только надо было ай не уйду и он тоже не совсем идет зря зря и еще раз зря почему потому что сливать лимит непонятно на кого пусть это будет в ноль пусть это будет типом за экспу но нафига если это дуэль то конечно а если нет а это не дуэль то зачем рейджик и беги беги родная тут народу то на карте еще валом просто просто валом и зачем зачем я вот лучшие годы ему можно сказать отдал жизни понимаете она того не стоило рейджика качать это уже ничего не поможет ждем алхимиком еще медведи одного пожалуй а может быть стоит и химер сразу же выходить так рейджика молодец второе сало взяла сбагриваем девайсы передаем предметы полезным да не буду и медведей строить мне же андедов нужно убивать соседей что делать когда твой сосед андет а я да какие убит тут продолжаю друг друга ловить наверное наверное имеет смысл всяких вот големов еще взять тут же может их не убили не убили вот пожалуйста так алхимик выходит чушь продает не чушь покупает здесь бодрятка помогла ладно и так сойдет так увожу пит лорда под конец криппинга это страта взрываемся шон хитрости рейджик за ботинками взрыв взрыв а зачем мне сейчас виспы правильно виспы сейчас только едят больше ничего они не делают ну те которые на лесе находятся что продается блингдаггер но еще маска смерти продается в общем-то алхимику можно приобрести так грейды делаем это делаем недостаточно говорят маску взяли а блингдаггер никому не нужен ну можно конечно взять этому пит лорда но а смысл все лимит 80 пойдем может драконов каких-нибудь если они еще живы куда там но нижние могут быть живы вот это вполне вполне вероятным надо как-то своих гиппогрифов использовать все тлен давайте гдан пилу тогда пойдем ох арба замедляющих хочу даже вместо этой ботинки еще нужно взять и дряду тогда можно минуснуть сократить под шумок говорю сократить а вспоминаю почему-то новость на гудгейме а этом о новом программисте хотя мы никого не сокращаем до 4 программист берем но подумалось почему-то про этом одинка данилов знал бы я кто это ищем так значит крео нас жуком надо убивать дан пила я думаю ой вот это плохо это какой-то пришлый мило просто проходил ой а у дан пилота проблема тут турели его турелит бедный дан пила он что ради этого хостит чтобы его убивали я считаю это несправедливо ладно помогу данту ё-моё паладина забираем хаулем хаулем турели турелим тут сайланс нету его хауль свиток салом ой сало как легло там пинды вроде как разваливаются панда вроде как тоже разваливается думчанского надо вызвать вот из-за бома дан пил рассказывает про то что все плохо да но здесь видите здесь другая проблема связаны в первую очередь с тем что ко мне пришли а я не готов то есть я занят просто это база конечно была такая была и есть прошу заметить такая база давайте сначала дан пила добьем как так вышло я выжил да он пил не сдается и правильно в общем там чё сдаваться восстанавливает армию своем я укрепляюсь у него кажется грейд на туман просто не было и все поэтому он так хавками и сторонился гулька подсвечена добывает лес но пока все неплохо с денежка не то чтобы ее много но базы есть базы ставятся скоро вот еще парочка и мы еще с вами экспут неплохо так получаем убиваем убиваем так здесь нигде лишних висков нет по недосмотру это к шедер собирает переведем его на более удачное место турели чистом отстраивается но у него тоже видите армия несерьезная вроде пишет как а это к роде пришли с роде пришел ко мне а потом пришли к роде дан пилл минус я иду а мне казалось что 3 химера мне должна быть где-то нет кто лимит свисел из пышки так здесь так здесь так здесь так 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 самсон там самсон молодец он дестройеры вылетают склевываем тут перещелкиваем склевалим добеги 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 тебя получится все главное верить молодец так можешь мы же уже продавать ох ты тут вылетит скоро может стоит дождаться когда вылетит он же вот 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 уже может уже вылетел нет так еще один протектор а у идет починка вовсю попытка отвлечь склевалим опа не надо так вот и фэйри файр лучше смотри добро так здесь понятно все добиваем нычки ставим бить тут некого можно алхимика послать за этими красавцами продолжаю строить в центре в центре протектора потому что центральная база на очень важно героя без т.п. не стоит пока добивать я хочу экспу получить да убей моего алхимика убей его полностью пыщ 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 ну экспо экспо она же идет если я его не убил в этим все ой продай то урена продали ай нанэ нанэ блэдмастер двор дэн будем спасать своих своих не бросим 5 5 ну на орка я не хочу идти просто потому что он у меня сейчас гиппогрифы которые ну ничего вообще не делают нету фэрика а его вроде как надо делать надо этого добить он турели видите что делает бегите бегите пацаны гг гг и так ну все турели нет чисто в теории можно сейчас попробовать поклевать гиппосов или не лезь в принципе на него полезь например на верхнего андера хороший план ну что вермы там продаются думицу воздух есть это не фэрик не ясно зачем не менее орк пришел орк пришел понятно батки все дела ладно рычу заранее значит сало продажа кстати у меня три героя это уникальный случай когда каждый из трех героев способен действовать так или иначе на вражеского юнита один кидает дум другой продает 3 переманивает это три уникальных ультимейта которые да ладно это не иллюзия я удивился что он так по хп очень долго очень вот все одного продали 2 прокляли 3 переманили ну когда будет не прошло и часа говорит но бен но бен я просто сейчас только обратил внимание ну спасибо ты ты играл сейчас да просто я стромозил извини не заметил если ты играл как ты отыграл мне кажется не играл тебя поймать на то что в чате умничаешь а если печать сделать потом переманить легче будет а то кажется не действовать нифига раз продаем танки делаем сайленс работаем хреново работаем а где рейдж где оси дочка где вообще все радости жизни это на где хауле вот хауле вообще против танков великолепен варна 6 передала телепорт но блин короче минут наверное сейчас переключаться в сторону героев просто ставить базу закупаться и все не париться но не строить всякую чушь сделать разведку по центральным базам понять кто молодец кто не очень и сосредоточиться на экономике на героях ботинки девайсы и прочее всем ботинки всем девайсы всем прочим подходим продаем проклинаем переманиваем да а это подгон все куплен так а здесь у нас хуман как раз ботинок у алхимика например не ну что это за ерес как так можно у рейнджерки тоже ботинок нет даже все очень несерьезно понимаете медведи надо изводить ботинки нужно ждать так а тут то у нас хуман с варденкой который можно и важен взять для алхимик это тоже классная штука от капюшон хитрости не такой полезный так рейнджика пока сер клеточку хорошо переключаемся в режим отдаем фэриком в режим геройский то есть в дотку сейчас поиграем слегонцам средотачиваемся на защите центральных баз можно даже пронумеровать пронумеровать эти самые базы для того чтобы проще было строить протекторы как так то а это сам нарвался ботинки купил купил корону купил купил вот отлично молодец сейчас придем медведя сдадим надо только продакшна будет добавить следующая пачка виспов пойдет сюда приходим отдаем медведям талона повесим сюда работаем в общем работаем да да поехали рейдж вот так так все и нарезка пошла лох сразу одного продали другого задумали тут сразу же протекторы накидываемся еще нужно проверить медведем эти вот базы медведи вообще это такой расходник своеобразно сейчас крео там еще вторую центральную ставит хотя тема от инжайентов сделаем воу-воу-воу полегче слышишь крео прилетел и мое еще немножко виспов но он видите что творит оси . тебе работаем пыщ пыщ двух ударов рабочий рычи им раз два три 4 5 потом сюда и опять тут убиваем тут он нападает да понятно сюда мг тогда если портируюсь по продаю а что-то я кажись не готов у него со . кажись у него-то соточка беги беги алхимик ой не убежит кажись просто беги стоп бог но это минус базу и подсказывает что все не уйти жалко ее моем просто жалко по-человечески там феникс это посадите сколько народу здесь это же жуть он ведь дальше пойдет я всех не продам ведь нифига я всех не продам но надо пробовать давай так 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 хауль р работаем так 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 рейдж оси . клеем 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 хауль пыщ нет да я не хотел просто его даже переманивай грифона не хочешь да ну туда тут падает база все очень плохо как говорится и нормально раз-два-три нарезка нарезка пошла стоп да ёпрс отт ну да мг тут типа пытается что-то сделать но танков на слишком много ладно хорошо вот я и послал медведя называется да на вражескую базу сам послал сам поплатился ничего продаем 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 до заказываемся склевываем гиппогрифы чтобы лимит был попроще грифон тут оказывается все таки примкнул нашей армии берем новые елки ничего ценного центре нет тут 10 косарей да куда ж ты миша сюда иди здесь нет вас у него и надо сейчас просто брать и ставить базы хотя не сказать что у меня как бы не хватает вас но но это не значит что ставить не надо я понял тебя рейдж оси дочка переманивать будем рабочим ладно одного возьму назову его иван пусть строит вышки будет мне альтернативная оп пошли в атаку рабочие до хуманов ского стаффа ой нет ивана сейчас заберут нет ваня беги я чувствовал что это плохо кончится не знал как но закончилось плохо у крео скорее всего есть проблемы с у него проблемы с баблом кажись мне нужно пит лорду арбу купить хотя она кажется перебивать будет не будет работать со сплэшем да пофиг не надо где-то еще был да вот mountain giant еще бы построить парочку талонов чтобы закупиться но закупки там особо не было наверное ключевое это вот из этих баз выкачивать какие базы жуткие просто по количеству бабла как можно взять гореть буду ну вот он что творит видите я порычу чтобы страху нагнать вардента 8 м когти плюс 12 даже рейнджерки не хочу брать и на алхимику можно пока что все и пойдем вот на эту базу он у него реально денег мало потому что эти база он не занимал даже не пытался выкачивать что-то из них центральные тоже большим большим вопросом ну он из верхней практически ничего не скачал из левой там что-то было да так что можно продать танки продаем грифонов думим продажа танков дум так 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 поехали сало я забыл рейдж забыл асетку забыл хауль забыл все забыл можно стомпануть все-таки а ну пожалуйста прошу вас на стом прошу рычи хаули 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 вроде всего нужно риджова насыпать пошлем одного мг туда нафиг нужно бегать всеми правильно правильно алхимика нам было еще послать вот он красавчик он умеет могил просто подходит и продаем еще ивана переманить но я просто не хочу чтобы его постигла та же самая участь понимаете это же трагедия убиваем ему базу ладно хорош так гигант тут продолжает продолжает магазин есть учитывая текущий лимит я лучше потрачу его снова на и мешаем ему застраивать нашу базу продаем так 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 рейдж оси . работаем серьезно будешь вот так делать ой вот крео нельзя позволять так так делать ребята есть выстрел хороший сзади надо купить ауру которая позволит бегать побыстрее раз там был став попробуем прорваться к нему танки контролируют базу пожалуйста 1 2 рейдж осидка продажа дум нет все рейджер к того и жалко явится просто жалко ставлю здесь базу там не танки вырубают справа нычку наверное не стоит ради нее и и да хорош ты как он живет там вообще с таким количеством надо сюда бежать ну хватит уже сколько можно в конце концов вот алтарь убить 2 лава лаповых немножко недоконтролил я иду мне кинуть он дальше пошел беги-беги беги-беги хорошо здесь танки пришли и я лучше наверное не да лучше наверх пойдем как же все таки лихо они убивают протектором и рейнджерка пришла в себя готова священная роща осквернена алхимик старается с третьим рейджем навешивает у меня мунвэлов нет здесь еще шредер гад я побежал сюда надо верхнюю еще базу убрать тут еще танки или идут до сосед хуман это это проблема это серьезная проблема потому что если есть хоть какая-то экономика нужен хауль нужен хауль нужна продажа хауль очень сильно минус 33 криво пишет гг левает отлично все довели довели человеком до состояния как бы это сказать то ну что он решил просто ливнуть это хорошее состояние полезное тут докачаем полтора к надо вернуться к добыче надо рейджу вам подлечиться надо здесь вот три базы сделать что в продаже есть все есть в продаже корона королей и когти плюс 15 алхимик вместо талисмана защиты берет еще когти плюс 15 такой дупой весер плюс 47 плюс 47 это без рыка рычать даже просто страшно осталось три человека в игре здесь смысла нет вот здесь вот имеет смысл подойти и подрезать очистить ага андет возьми раба ради престов да долго это развиваться надо хотя мне в любом случае надо развиваться на базе так что я возьму этого раба и поставлю на этом же месте базу так так а дальше то что а дальше мы пока притихнем сделаем разведку это сюда раз два три четыре пять это сюда раз два три четыре и соответственно пять активность рабочих огромное количество сейчас в самых разных базах сайл улыбается видимо его там убивают или он убивает пролечу посмотрю чьи на данный момент две верхней базы надо сбагрить гиппогрифов этих двух несчастных два талона могут пригодиться просто своим присутствием так есть арба есть сало арбата ладно хотя петлорду нет more effect сало я не про контролю слишком слишком слаб опа а тут оказывается там d3 центральной базы выжил а вы сейчас внимательно уважаемые сейчас прям вот очень внимательным во первых номеруем заново этим мне может резко понадобится большое количество продакшеном где-нибудь более-менее защищенном месте не говоря уже о мунвеллах которые тоже весьма вы пригодились в лейте слай убивает да 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 там у этом такая грязь самое время сейчас напасть дело в том что там кипер дредлорд хорошо что у него герои еще не прокачанный но по факту это два самых клёвых два самых жестких наверное да давай думчанского кинем думчанского горе кинем околита переманим все теперь у меня есть околит еще он будет здесь базу делать да его много здесь я делаю много 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 полезных зданий типа на будущем мне еще нужны мунвелла алхимик может подлечить нас слегонцам хотя лечение у него базовое герой у нас половину покруче конечно ох паладин слайовский очень крутой с двумя арбами очень крутой паладин он прибегает явно эвакуируется со своего мэйна я заказываем рабочих делаем алтарь имеет смысл еще риджуф накинуть как мне этот околита бесит он постоянно стоит надо ему какую-то шахту выделить что ли эти он будет постоянно меня на рефлексе ловить окей что у нас есть нас есть андет уже с двумя базами получается хороший продакшен также имеется тут когти плюс 9 блингдагер есть рабочие штампуются молодцы давай сразу грейд сделаем так магазин так 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 три магазина да как нельзя строить что варды что нельзя ему строить придумывает ну слай бегает ищет перевожу рабочих на эту базу 8 до хорошо бы сбавиться конечно более 8 он с какой аурой это вообще диван может быть никчемный обожаю свою реакцию классную барабаны есть боевые плюс 10 процентов очень хороший девайс надо брать флейту меткости нет наверно лучше плащик продадим палыч приходит ритрейн делает ну и ясно паладину убили я не хочу сражаться за нижнюю базу тем более что я сейчас не готов за нее сражаться пытаюсь эвакуироваться рабочими здесь нападаем мг есть он телепортируется мэйдэй мэйдэй продаем покупаем переманиваем а почему я не стрепортировал с этим думаешь посражаться 100 лимита гарк самая удачная идея на самом деле слушай а может быть все таки не гипос и отряды как ты там с вампиризмом то справишься со своим я вот не знаю как я справлюсь с вампиризмом там клевые две боевые ауры прям вот милишные боевые ауры поэтому можно мг конечно сбагрить взять просто убить оп повелся леща танки делаем ну танки то долго что там до танков пока доживешь ой да там шаура паладина транквилити давай салатом у меня вообще хауле есть это конечно круто но нет я пока отдаю базу значит от этой базы осталось два косаря мне еще свитков нет в достаточном количестве чем-то можно посражаться тем более что он сейчас пока что давай главное хауль главное хауль рык сало и оси . туда закинуть рейдж я все равно тут солью сливая уже как мы видим ну это это да это да и ничего не сделать хауле еще один пытаясь отступить пытаясь переманить пытаясь кинуть оси дачку кидаю пытаясь свалить транквилла пошла негде мне лечиться просто справимся я думаю справимся так любит природу у нас девушка одна и вообще хаули 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 все и нет проблем он пока ломится на непонятную вообще базу тихо 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 поехали работаем оси дачка поехали и хаули еще на 50 процентов минус минус сало пошло чарм на гаргу все склевать должно а ну-ка стоять гарги и вот уже получше правда ведь только осталось сделать мануэлов поближе где нибудь приблизительно так купить два свитка в том числе телепорт какое древо как куда выращены что что они несут один свиток берем просто так гг пишет айреникус беру т.п. тут еще плечу давай трусшот продай тут место для свитка второго нет 10 левел есть подходим о гарга моя гарга это очень хорошо т.п. это будет ой т.п. уже так осит ой там там такая грязь может таунты поделаем таунт раз таунт два блин там сало на самом деле поклевали неплохо у него просто был чистый лимит гарг а у меня не совсем поэтому так и получилось но все равно мы погрызли там тоже неплохо деньги правда уходят это не радует с другой стороны с другой стороны что продаем раз два оситка хауль работаем нет нет не работаем свой там инфернал ой я зря так ой 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 все короче да я полез что я делаю пытаюсь установить алхимика сейчас главное блин не отдаваться так как я отдаюсь я зря отдаюсь не надо так отдаваться мне кажется блин а без этого то хреново будет и транквилла пошла у него там ну ясно это еще салить надо посалил тут может побьемся как-то куда-сюда назад тебе не время тебе не время блин какая грязь вот я его накормила жуть просто жить ой без тп без тп еще здесь ё-моё бывает так миша соберись деньги еще есть у него правда тоже валим алхимик как никак за свитками гоу что делать 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 все продакшн дрядный все таким кайтить его кайтить его кайтить его блин против инфернала ну а с другой стороны а как иначе да да телепорт свиток свиток и ловить его на моменте что мол ой какая грязь деньги-то заканчиваются понимаете заканчивается бабло мунвелла я еще понадобал как настоящий чемпион я готова продавай гарг все продавай все что продается продавай все что не продается думь все что не думится переманивай переманивай и все на хитендране все на бесячем ё-моё хитендране переманивай гаргу пусть он ее склевывает само отстреливаешь соседочку кидаешь этого спасаешь не телепортируйся телепортируйся сейчас нельзя так лорницы готовы почти что окей нормально прорвемся главное автокаст не юзать про телепорт не забывать и какой-то точке держаться например вот этой вот базы так заказываем 80 лимит от друат тут можно было бы да сходить еще попить в мунвеллах вообще постоянно надо найти тот способ и как раздряда этому очень сильно помогают слайд написал гг но не вышел красавчик люблю таких хандедов отпиваемся 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 шреддеров куда-нибудь более-менее безопасное все таки место у меня есть козы целое стадо сейчас коз у тебя сюда вы сюда вы сюда вы сюда корона есть королей барабаны я брал брал свиток надо взять тут нужно поставить протекторов да ё-моё вот так бесит а вот такие вот товарищи ну хорошо он пока еще никак себя не проявил так мне нужно выбрать место это либо здесь либо там где-то 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 и 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 еще, конечно же, алтарь, чтобы сделать грейд на Т3. Ну, клево, видите, дрядки-то, а? Там такое количество на хит-н-дране людей подохло. Здорово же. Здорово. То есть можно постоянно держать с ним такой контакт. Здесь бы еще раз, два, три, четыре. Что ты задумал? И ТП нужен. С телепортом у меня вечная проблема. Я сейчас отбил с лави к базу. Но по-прежнему ключевую роль все-таки играет Андетта, у которого три базы. Надо не забывать, что я еще могу лечить дряд. Вторым лечением весьма эффективно. Пошел грейд на Т3. Магазина не хватает. Вот чего я не купил? Гиппогрифы еще. Три штучки, три гиппогрифа есть. Вот, но по-хорошему я должен просто поставить где-то вот в центре, скорее всего, вот здесь вот. Еще больше мануэлов. Магазин там поставить. И бегать там каждые 45 секунд, продавать, переманивать, думать и... Чтобы он... Его нычка не работала так эффективно. Его базы не работали так эффективно. Шеддер где там? Поплыл, кажись. Что ты задумал? Привет! У меня нет... Да? Похоже на то. Не, я не поплыл. Просто дриады дорого обходятся. Удовольствие дорогое. У меня нет... Кажется, на этой базе должно быть больше ресурсов, чем на... Ну, понятно, что на левой. А на левой, скорее всего, закончилось. Здесь осталось 4 косаря. А здесь... Кольцо плюс 3. А здесь 6600. Собственно, сюда я бы исходил. Ну, а здесь я бы... Мануэллы поубивал бы. Тут скоро можно будет делать... А, продавай пока Акалита. Как же дриады мне нравятся своим... Раз, два. Что произошло? Ребят, назад, назад, назад. Рейдж осидочка. Чуть назад хаули. Чарм. Свиток на рейнджерку. Транквило. Так. Какая... Ну, все. Справились. На упреждение я диспейлю. Так что бы... Ну, вот и минус. Минус, лимит, гарк. Клево, клево. Два лава-лапа. Ну, потому что сражаться с чуваком, у которого... В эмпиризм... Третий козел третий... Ну, то есть аура третий. Там еще паладиновская аура. И он делает еще при этом мозгарк. Мало перспективный. Так получается норм. Орбу я, скорее всего, возьму... Битлорду. Не столько решает сплэш. Тем более сплэш на воздух не работает. Хотя, может быть, Орбу даже и рейнджерки взять. Понятно, что от меня тогда будут убегать. Стафы надо покупать. Вот это тема. Да, только... Нет. Т3... Хумановского. Возьму одного... В Малтун Джайанта, потому что надо вытанковывать. Да и, в общем-то, ряды... Своё дело уже сделали. Защиту плюс 4 продам. И пойдем сейчас на его верхнюю базу. Там осталось где-то 3,5 косаря. Но ты его раз втащил, МГ плюс гиппоса, когда у него 100 гарк было. Да, потому что он атаковал некоторое время Малтун Джайанта, а не посылал через атаку, как надо, гарк. Поэтому не стоит это записывать на мой счет. Так, выходит МГ. Я пока воспользуюсь паузой и подлечу гарк героев. Дома, конечно, колоссальные вносит тот же самый Алхимик. Но, посмотрите, 60, 80 плюс 55. Еще Арба добавит, еще Минус Армор дает... А-а-а... Продается тут. Раз, два, три. Я не очень хочу уходить. Финды? Интересно. Хауль... Ну, финды против Стомпа, это прохладная тема. Да, ГГ. Да, и с Арбой вообще жесть идет. Да, финды просто на такой стадии уже особо не решают, потому что и герои взрослые, и... Всякие думы, инферналы, что-то купить можно, что-то у тебя уже есть. Тот же самый Сплэш Питлорда, как неудивительно, но должен заходить тут шикарно. И он ливает. Хотя было... И Слай пишет ГГ, ну ГГ тогда. Что, выиграл за андедов? За эльфов? Каких андедов? За эльфов на халявку. Да, финды это зря. Мне что за герои? Да герои, да, герои в прошлый раз были такие классные герои, если турели ты не видел. Был Алхимик, ну ладно, потом Блэйд, потом Демон Хантер. Вот это я понимаю, герои. А когда тебе первым выходит Питлорд, ты думаешь, блин, зачем, за что? Где мой Таурен? Где мой Демон Хантер? Луна Старо врывается. Очень провоцирует, очень провоцирует. Заходи, поиграем. Ждем следующей игры. Есть она польского. Места уже свободных нет. Хотя, может, там Ре какой-то был. Не, не Ре, просто. Что у вас латы-то не дает? Кто успел того и тапки? Поехали. Спасибо за божественные смайлы Фиба. Это не Фиба рисовал. Фибоначчи только оценивал работу. Это рисовал современный Савелий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Может быть, он даже с нами сейчас. Можно в списке посмотреть. Тут есть козырный ход через рощу. Вот зря я только виспа так поздно направляю на шахту. Это косяк, уже повторяется в который раз. Привычки что-то возьмем, ничего не сделать. Ладно, один барак у нас стоит у троллей. Второй я не знаю где ставить. То ли со стороны экспо рядом с маленькими троллями, то ли пытаться дальше как-то идти. Но давай лучше сделаем как прям, как завещал Аркадий. Какой же классный пинг. Надо сначала сделать мануэлл, а потом уже второй ауф. И не перестроить рабочих. Сорвутся могут чуть выше. Окей, я вот здесь. Первая арча пошла. Успею накопить, интересно. Думаю, да. По лесу укладываюсь. Ну давай. Вот так вот. Дождусь второй арчу, потому что герою некоторое время еще надо идти. Личевка первым героем. Урон, конечно, сумасшедший, но по хп лич только нагу обгоняет по плотности, так скажем, по жирности. Можно было бы иного кинуть. А все равно отрегенится большая часть маны, когда... К тому моменту, когда это ново пригодится. Бам. Чего я так переключился-то не вовремя? Ой, жезл иллюзий. Добро. Все, сажусь, чтобы быстрее сделать... Арчей. Дополнительно. И... Ну а что им? Давай сразу на престолов, на этих, пойдем. Тут выкопаемся, тут не выкопаемся. Тогда выкапываемся. Опять арчей, в принципе, уже позволит. Но сначала надо мелких еще забрать. Так, пошел грейд на Т2. Хотя, может быть, стоило пилить базу, в общем-то. Слушаю. База еще нужна хотя бы для того, чтобы... Сейчас покатиться. Сейчас покатиться. Важный момент. Для того, чтобы лимит немножко подосвободить. Еще одну шестую арчу заказать. Ты хорош, слышишь? Барак, нет! А где арчи, в общем? Где все, ребята? Иллюзии пытаются вытанковать, но я такой кривой. Просто нет слов. Вроде кое-как справляемся. Когти получаем. Третий ловел получаем. Хантер-сколл пилим. Лич как танк. Особенно наполовину живой. Задачи не выполняет. Но зато прокрепились опять же. Что-то, что-то да есть. Хоть что-то есть. Быстро подлечимся. И вроде как нужно пытаться на следующую базу прийти. Тем более, что пока же нычка не готова. Но вероятность того, что там еще не закреплена, довольно низкая, во-первых. Во-вторых, бежать далеко. Особенно с арчами. О, вот куда я приду лучше. Дампел. Вот мне везет как. Отличный сосед с петлордом. Люблю его. Особо не сопротивляется. С пониманием относится. Ой, да ладно. Ну, Дампел, ну. Вот накаркал я. А Дампел начал контролить неожиданно. Ну к чему он это делается? Затеял. На тебе. Подрезаем еще парочку этих. Но мне нужно сюда возвращаться. Ой, я не сделал этого. Как его? Магазина не сделал. Так, шредера не хватает. Магазина не хватает. Тут крепимся, да. Тут лич восполняет ману жизни. Да. Второй герой. Да. Пока шредера нет. Виспами. Виспов достраиваем. Второй лич. Второй лич. Ну, такого не было. Кажется, такого еще не было. Ну, фрост армор. Всяко уже. Рунные браслеты неплохо. Вот Дампел удивится. Было, говорит, уже. Все испортили. Было, говорят. Ну, что вы могли бы сказать? Ой, не, такой впервые. Вау. Вот это да. Подыграть хоть. Как-нибудь. Личное. Скучные. Так, дерево. Далековато. Вот. В общем, Дампела идем убивать. Чем раньше, тем лучше. У меня все для этого есть. У меня есть классные герои. У меня есть девайсы. Дрядки на саппорт. Тут, естественно, Виспов подстраиваем. Ой, ну ясно. Дампел, ну вот зачем ты это все делаешь, ну? Ой. Ой. Ладно, давай голема вызовем тогда. Онpresи служили. Так, Данпел не реагирует, к сожалению. Я бы сбегал за свитком. Ээээ! Шарка так пришел. С псом. Вот пес. Видели? Что случилось в наших лесах? Все, идем к Данпилу на эксп. Убиваем рабов. Оооо. Ничего себе. Данпил ничего не боится. Я смотрю, вы дерзкие. Ничего не боитесь. А тут шарка так пришел. Бабку бьют. Ну вот не вовремя. Вы знаете, не вовремя. Я только тут с Данпилом... Почти разобрался. Почти. И тут у тебя Блэйдмастер, Демон Хантер. Здравствуйте. Что мне с этим делать? Арбы нужны. Личам. Мана нужна. Мана для личей это вообще... Как ее... Откуда ее получать? Решительно непонятно. Да, Архмаг какой-нибудь. Рейнджерка поздновато уже. Наверное, Фрост Армор надо на автокасс ставить. ТП брать. Сейчас посмотрим, какой третий герой будет. Но Данпила там добивают. Да. Данпил там уже не выстоит. Да будь, я поклялся и служить. Исследование завершено. Есть медведь. Конечно. С Риджон. Приказы мы. Да, господи, что это такое? Ааа. Казы мы. Говори. Красиво. Кому танковать в этой банде? Кто-нибудь подскажет, кто тут танк? Рекорды по количеству хп. 475, 525, 625. А там Блэйдмайстер, понимаете? Блэйдмайстер, Демон Хантер. И все, и давай. Крутись как хочешь. Да, Данпила тут минус нули. Шарк атак уже ставит базу. Что случилось в наших лесах? И шумно, славная рыска. Я поклялся. Данпил еще не вышел. Привет. И шумно, славная рыска. Я поклялся. Раз, два, три. Поехали. Еще. Отлично. Вот теперь Данпил. Вообще, хорошо дриады зайдут. Не медведи, а именно дриады. То есть чуть-чуть, Мишек. Остальное хит-эндран просто. Это было бы классно. Только для того, чтобы это все зашло, мне нужен Мануэл. Мне нужны две базы. Грейд. Дриады. Шрёдер. А если уже нет? Построил, блин, дриад. Опасно. Да, просто хавки не смогут тогда их убить. И до появления мортира с картечью он не сможет. И, в общем-то, Блэйдмастер не сможет нормально сражаться. И Димку можно покаятить. Покаятить. То есть как перевалочный такой вариант весьма и весьма неплохо. Шрёдера вижу. Что он есть в наличии. Надо его брать, но проблема в том, что опять это минус... Минус еще полторы дриады. Нужен лимит. Есть, пошла первая дриады. Почти третья нова. Кстати, может быть он не закрепил этих троллей сверху? Есть же такая вероятность. Тогда я новую получу. Всяко полезнее, чем бить непонятные ламбер мил. Первый грейд на атаку готов. А я своих маленьких троллей не закрепил, кажется. И закрепил. Хотя в любом случае, выходить мне сейчас отсюда не очень выгодно. Так, помним, что есть став. Помним, что надо защищать свои свеженькие нычки. Ботинки бы еще фейла купить. И, наверное, виспов на нычки не строить, а просто переводить. Сейчас один из самых опасных моментов. Ну, если не считать, в принципе, что мне давали чай фаерлорд, как герои. Так-то я постоянно в опасности нахожусь. Опасность в том, что, да, две базы типа готовы, но... Деньги в них вложены, а от прибыли они еще не принесли. Причем... Причем обо мне знают. Я тут не... На нежданчик не зайдет. Так, второй играет на атаку. Опа, шарк атак идет. Я не хочу показывать. Да, он проверяет. Проверяет он не просто так. Знаете, он... Не испраздновал любопытство. У него вполне... Конкретный вопрос. Есть ли нычка или нет? Идти, соответственно, в атаку или нет? Укажите мне, что случилось с наших движицей. Слайд. Еще одного футмена. Не получил, я увы. Левел ап до сих пор. Ну, если так долго тупить, да... Сложно левел получить на зданиях, на обычных. Наверное, стоит потихоньку, по крайней мере, добавлять эти здания. Данпел потерпел поражение. Ага, вот он здесь уже. Выхожу из лимита дальше. Слышим. Снова. Нова. Танки. Понял. Оставчик можно кинуть? Блин, леча жалко. Что ж поделать там? Зато у него минусы армии. Минус тоже герой. Тут один есть. Странно, на что он рассчитывал-то вообще? Шарк атака и стингул. Фаерлорд. О боже, получает левел ап. Турели левнул. И танки. Танки, танки. Еще раз танки. Ну, против танков... А, вот почему танки снизу пришли, а там нычки нет уже. Да. Да, по-хорошему нужно сделать хотя бы парочку талонов. Надо сделать апгрейд на Nature Blasting. Надо сделать третий грейд на атаку. Надо сделать грейды на Mountain Giant. Вот и ресурсов уже как бы и нету. Так, ну... У него защита серьезная. Привет! Я поклялся, священная роща осквернена. Укажи путь. Ну, на чем... Да, как на В, да? Уже лечу. В России. Нычки у него нет по центру. Что случилось в наших лесах? В России. О чем хочешь? Лес добываем. Я вроде только один. Исследование задушевал. Один танк забрал. А их-то было больше. Их было два. Как мне его штурмовать-то? Дирижапли может купить. Подровняков купить. Подровняки взорвут максимум. Ой, лечи-лечи-лечи. Нужна мана. Такие они неповоротливые. Эти лечи. Со здоровьем проблемы. Масса проблем у них. Шестой левел был. Можно было бы прорваться как-то. А так нет. Проверим, что можно купить. Жди ульту. Вот если просто ждать ульту, она как бы не придет. Можно посражаться за ульту. Ах ты, смотри, какой. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Привет. Здесь одного виспа не хватает. У меня очень стрёмный лимит. Он... Не то чтобы совсем не универсальный, но... О, Субимаску можно взять. Субимаска может помочь. Старшему лечу берем Субимаску. Так, можем, в общем-то, попытаться его просто не выпустить с... С базы. Чтобы танки его не проезжали. Смотрите, он в том же идет, он же старается. Вроде как МГ нужны. Да, тут уже танки вовсе катаются. Часть нужно пустить на эти танки. Часть на этим. И при всем при том, они могут еще... Клево сплетануться. Надо часть армии вернуть сюда. Да, потому что сюда основная армия может прийти. Я к этому немножко не готов. Я не успеваю здесь убить никак. Шедр поможет. Тут один танк минус нулем. Ему это все равно не очень выгодно, потому что у него же две базы работают всего лишь. У меня четыре. Ну и танки, это... Они же денег стоят, они экспу дают. Да, глядишь, до 100 левела и доберемся понемножку. Что случилось в наших лесах? Красиво. Что произошло? Привет. Мортир строят. Значит, нам нужно заменять дряд на химер тех же самых. Что произошло? Потому что скоро будет выход из лимита, который я могу не унести. Он хорошо, что спалил это все дело. Сдаем дряд. Я думал, что у меня все-таки две химерницы. В смысле, два виспостроят химерницы. А дряды уже не нужны. С них просто выжирают лимит. Делаю чутка гиппогрифов. И самую малость химер. Химер, причем, видите, стараемся сделать... Вот это я люблю, да. Это я обожаю. Любой танкист под боком, это беда в семье. Понимаете? Это всегда проблема. Рискуешь, друг. Очень рискуешь. Повезло, там одного выстрела не хватило. Гиппос вряд ли там кого-то найдет. Сейчас сбить можно. Бам. Так, теперь... Теперь мы казним оставшихся дряд. Это 10 лимита. Химеры заменяют. Они против мортира, против вышек. Здесь делаем фейрифайр. Талоны типа нужны, но... Против мортирок, которые... Следование завершено. Ага. Я поклялся, слушай. Вот так. Лишний гиппос. Ну все, у нас есть ценное количество против там всяких хавков гиппогрифов. У нас есть 2-3 химеры, должно быть вообще там. Где-то я одну химерку подзабыл. Стоп, а где химеры-то? У меня уже было... Не понял. Аужели 2 было? Третья строится только. Третья, четвертая строится. Все нормально. Возьмем 2 свитка. И этого танкиста надо подбрить. У него есть все равно... Вот он опять прилетает. Я-моё. Правда, не... Слушай, я поклялся. Можно Михалычу замочить. Наверное, пойдем сразу на вышки. Только порычать нужно. Нет, надо пойти на вышки с 4-мя химерами сразу же. Потому что эффект неожиданности должен быть хоть какой-то. И в идеале, чтобы герифоны сейчас напали на мою базу. Начали снова там стрелять. А я в этот самый момент нападу. Я почему-то не торопился. Ладно, не торопился. Сам приду. Вышек очень много. Дима падает. Ой. Не, не имею отличие. Фишечки. Три лвл-апа получили. Не, подрывники там слабо добегают. Против грифонов, против мортира, против блейдмастера. Того же самого. Я не видел, но слышал, как уходил в виндвок. Но, понятное дело, там лич был обречен. Вот, ну, да. В результате одна химера погибла. Где-то три гиппогрифа погибли. У нее минус два героя, минус значительная часть грифонов. Ну, и самое главное, я его на шаг... Ну, он сейчас уже на шаг поближе к гуфу. Просто потому, что... Деньги заканчиваются, герои умирают. И он меня разводить, соответственно, не будет. Потому что мертвые не разводят. Где-то медведи должны были риджу вкинуть на бедных талонцев. Талоны вообще, эти два талона, они столько всего сделали. Фэйрифайр постоянно был на всех. Всем фэйрифайр. Убьем вышку последнюю. О, куда ты пошел, друг? Центр пошел. Отстраиваться. Только-только. Ладно, это мне особо не мешает. Я поклялся, служи. У наших воинов, ты переходишь. Раз, два, с... Ой! Что-то я... Мне больно как-то. Да как так? А, там Блэйд уже вышел. Вот, сейчас хуже. Я сражение проведу, мягко говоря. Лич опять под ударом, но он тут не убежит, судя по всему. Хотя, если... На развороте, опять же. На огонь, минус. Блин, какой же там злой лича. В смысле, злой Блэйд. У меня тут такая закупка, что? Я поклялся, служи Мерзулу. Дело у медведя, потому что лечиться негде. Здесь вроде как строимся потихоньку. Но танковать некому. Главная проблема в том, что некому танковать просто. Я поклялся, служи Мерзулу. Да, ну и ему тоже бежать некуда. Он с этими героями против Рост Армора. Надо Диму в первую очередь мочить, потому что у нас... О, соточка полетела. Передаю привет модераторам в чатике. Без вас там совсем скучно было. Пека. Пека. Вбросил, что ли, да? Говорится, вбросил и рад. Золотой Рудник, обрушился. Ну и проблема здесь. Готово. Не добил шаг. Воу-воу-воу, полегче. Друг твоя воля исполнится. Я поклялся, служи Мерзулу. Ну, хорош, ну. ТП. А Блайда куда денешь? Не добил. О-о-о-о. Друзья, у нас проблемы откуда не ждали. Капец. Ладно. Слушайте, вот это уже серьезнее. Во-первых, Крео. Во-вторых, у него Химер там больше, чем... У меня гиппогрифов. Это знак плохой. Недобрый знак. Ё-моё. Блэйд класс. Так, не-е-е-е, друзья, не-е-е. Так не пойдет. Придется мне эту базу отдать. Веспов эвакуируем. Часть попробуем здесь подобывать. Ну, серьезно. Это проблема. Пока я не настроил... Ряды еще нужны. Эх, ты за лимитом нужен. Свитки нужны. Раз. Раз. Два. Начинает сразу мочить. Назад. Снова. Нет, лис, живи. Блин, капец. Это капец. Так, фейерлорд. Ну, ё-моё, ну как так-то, ну? Ну, я знал. Ну, я отбился. Надо вот этих собрать, пацанов. Архмаг минус. Ох, козла, отлично. Вот этот супер просто. И до клевого тыща химерок. Ну, это было такое... Восьмой лич, восьмой! Химер не потерял вообще. Гиппогрифов мало потерял. Еще... Но все равно проблема, ребят. Надо мне как-то... Сейчас лимит отстроить, наверное, да? Расстановить героев. Сейчас манвела доделывается. Еще лорницу, бэм. Сюда все-таки шахту. Медведь еще нужен. Все, больше гиппогрифов делать не надо. Последний. Фейерлорда так. Лечаю лучше. Восстановлю так. Пух пришел. Ну, две новые, третие. Это прям бомба. Да, Пух привет вам передает. Все, гиппогрифов хватит. Медведя закажу. Потому что лечиться негде. Эту хрень надо защитить. Понятно, что здесь я не справлюсь вообще. Нет. У меня этими танками... Не до танков сейчас. Совсем не до танков. Жду, когда доделаются манвеллы. Нужно побольше виспов сюда. Что-то восстанавливаем ману. Ману. Молодцы здесь отбились от танка. Бабло собираем. Бабло собираем. Ну, ключевой это центр. Ребята, это точно центральная база. Надо ее защитить. Так, рядом Хуман. С этим... С вертолетами какими-то. Все деньги, которые есть, я должен вкладывать... В защиту центральной базы. Тут пара свитков. Снизу бы построить еще АОФ. Здесь не хватает магаза. И манвеллов тут не хватает. Тоже замечательное вложение средств. Это серьезные такие инвестиции, но зато... Очень нужные в текущей ситуации. Так, тут виспы, оказывается, бесхозные. Тоже в центр отправляем. Здесь можно одной дрядкой проверить, просто не строит ли танкист базу. Что случилось в наших лесах? С радостью. Что было вошло? Далее. Когти от первого лича передаем фаерлорду, потому что хочется распределить свитки по разным местам. Готово. Здесь строим, строим, строим. Добываем, добываем. Что случилось в наших лесах? Дриатка чекает нижнюю базу. Но, судя по всему, Крео как раз поставил вторую центральную. Поэтому он и не лезет сейчас дальше на эти базы. Очень много бы было, я сейчас потратил на протекторы. Ой, на виспов. Ну и на протекторов тоже, в общем-то. И еще потрачу. Так, 8, 5, стрим. Нижнего агрить не буду. Наверное, сейчас проще всего забрать верхнего эльфа. Можно взять, кстати, ровные браслеты к ключевому личу. Классный девайс от нюков. Молотков и прочего. Ну, танкиста с таким количеством гиппогрифов просто лезть не хочется. А вот... Готово. На этом можно... Так, я оставлю мотылек маны здесь. Пойду за третьим свитком. Что случилось в наших лесах? И, наверное... Да, наверное, пойду на Крио, который ко мне зачистил. То есть не зачистил, но он реально приходил меня убивать. Это неприятное ощущение, когда это кром... Понимаешь, что тебя хотят убить. Поэтому проверим, чья центральная база по Камест. Главное, в стэк собрать. Отлично. Не Крио, не чья вообще. Смотрим, что у Крио. У Крио Архмак. Миша рычит. Сразу влечен. Красавчик. Так, ну я телепортируюсь, потому что здесь масса дриад. А все, что можно убить, я уже убил. Чтобы не терять никого, я лучше телепортируюсь. Но вопрос-то остается тот же. Каким макаром мне убивать дальше людей? Тут даже медведь спас чудесным образом. Нехимерами. Ну, типа медведями и дриадами, наверное. Но это же... Так надо тебе быстрее думать, Михаил. Медведя точно одного запилим. Можно его побесить? Раз у него нет воздуха, стало быть, пусть... А, он пошел. Козавод. Блин. Все, я посылаю химер сюда. Надо мейн сдавать, ребят. Надо сдавать мейн. Дай инфо соточек. Делать пока не поздно две лорницы здесь. Выберите другое место. Священная роща от кермина. Слушай ее. Твоя воля исполнится. Когда начинать. Порядь, слушайся. А, у меня ТП нет. Интересно, в девке пляшет. Ну, че, тут тайминг пошел, да, ребят? Капец. Ну, что ж за совпадения такие, а? Ну, как так можно? Без разведки. Ни хрена же нет. Твою медь. Солберн нужен. Лич второй нужен. Пытаться как-то... Ну, конечно, да, конечно. Я поклялся. Совпадение. Причем, от одного бы я, скорее всего, отбился все равно. Ну, отбился бы, скорее всего. Ну, это ж... Ну, слава богу, справедливость. Возвращаю химер. Ну, или еще тут не выйдет. Что я хотел? Я хотел вернуть виспов сюда. Выкопаться, отхиляться. Как? То? Ой, медведь. Выкапываем, выкапываем, выкапываем. Пробуем... Пробуем свалить. Пробуем свалить. Пробуем свалить. Просто валим. Ты жри. Конечно. Ну, а как иначе-то? Вы же чемпионы. Ё-моё, лучшие... Лучшие игроки в мире. Так, лечевка выходит. ЗТП сразу же. Еще орк какой-то бегает. Полный фарш. Здесь что? Норм. Такая грязь. А у меня паэрлорд. Представляете? Так, вот. Куда ты лезешь? На-на. Валим. Так, ну Крео жив. Но, видите, ему не очень прикольным. Я хочу сделать опять дриад. Чтобы... Против нижнего, против танков этих. Здесь так. Здесь так. Не может, да? Ну как, ребят, ну давайте, растите. Растите, как можете. Да, ну, 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 брось. А, ну да. Сбор идет хорошо, ок. Тут так. 53 лимита? Медведь. Я сам его убью. А почему я не убью? Наглость? Или вайт? Танкист, чертов. Ну хорошо, нижнего, значит, нет у нас, да? Окей. Все, теперь все. Внимание. Ага, тут орк. Хорошо, орк, 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 орк мой друг. Орк, молодец. Все, пусть. Пусть живет. Надо мне ТП купить как раз. Вот меня всегда поражали вот эти вот совпадения удивительные. То есть человек не делает разведку. Нет, не нападает, не нападает, не нападает. Хопотом атакой. И вот аккурат, спустя там полминуты он приходит с танками. В стремительной атаке. Это... Это... Это просто чутье. Чутье невероятное. Ничего с этим не сделать. Ой. Да, да. Так медведь тут мне не помогает совсем. Я бы как-то протектор решил отгрохать. И вторую арбу купить надо. Ой, да конечно. Сейчас убьешь всех. Где ТП? Нет ТП? Блин, беда. Главное не расстраиваться. ГГ. Левай. Так, второй тоже минус. Кто остался? Reinforcement и come with me. Reinforcement. Come with me. Come with me. Орг. Reinforcement видимо слева. Лич. Ну я вообще не тороплюсь. У меня 50 лимита. Я пока с двух баз скачаю. Все. Жизнь прекрасна и удивительна. И у меня фейерлорд. Поэтому торопиться не надо. Одна центральная база. Конечно, хочется большего. Так, лечу вот этому арбу еще куплю. Такие пулеметчики, смотрите. Пу-пу-пу-пу. Ты попробовал стрим палить в игре с задержкой. Мне кажется, это крайне неудобно. Тебе кажется или ты играл уже с... Не, ну вообще, как бы... Я бы послушал на заднюю фону еще. Как раз вот и задержка такая, что полминуты у тебя есть дилей, что. И на услышать, и на прибежать. Почему нет? Норм, че. Не, ну а че? Так, давайте проверим, у кого где база стоит. У кого какая... Понятно. Reinforcement у нас. Хуман. Кажется, именно его и надо пытаться убивать. А потому что у него две базы, похожие на Том. Здесь должен свеженького был поставить, да. Давай, Death and Decay. Схонечка снимаем, телепорт идет. Ничего себе. Восьмой ДК там. Койла закидывает. Сайленс, опять же. Не, надо и надо его выводить из равновесия. Возможно, даже с дриадками. Хотя там рейнджерка, если она шестая, это... Любая лишняя... Любая лишняя цель, это... А, шедера еще нет. Это плохо. Давай убьем одну химеру. Так, и сюда. К сожалению, я прокачал не так, как надо. Я поклялся служить на Рзуну. Приказивай, но слушаю. Как они пулеметят? Дима, не надо. Дима, хорош. Стой. Я поклялся служить на Рзуну. Давай, попробуем. А, не хочет. Я поклялся служить на Рзуну. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Хватит. Такая грязь. Не попала я, правда, по-нужному. Но посмотрите, что творится с воздухом. Бах, просто третья нова. Ой, как она бесит вообще. Такой стак Какой бы там ни был лимит Он все равно краснеет Из-за сплэша Так, нужно срочно сделать мануэлов побольше А то я так не И врубать постоянно Ой, отлично, прочитал Топич Ночь врубать постоянно Давай пока так Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Чуть-чуть Да, сундуки есть Ну ясно Серьезно Ладно, поехали Раз, два Ой, как я влетел-то в стройку неудачную Беги, беги, Михаил Хотя тут можно столько всего потерять Ой, там правда Дима Ой, там Дима Ё-моё Просто жесть Раз, два Как тут Сражаться-то вообще Ой, какая грязь Жесть Да, лимит-то у него есть Он у него ТП-то нет Как ты без ТП-то гуляешь, Дим? Как без ТП-то? ДК такой наглый Капец Не-не-не-не-нет Есть ДК- Ой, там еще один сзади Ой, ну ясно, конечно Да, орк решил все-таки меня Не трогать Блин, сто лимита Сто лимита Орк меня, скорее всего, мог сейчас убить Ну, половина базы Просто я потерял Половина мейна Тут уже концовочка Лича нет А он там свеженький с лимитом Че делать? А вот и орк Господи, орка Армии, как таковой, нет Че, орк, такой Дьяволик, капец Жесть Так, еще Веспов срочно Понятно, что эти перейдут Блин, а там реинфорсмент С двумя базами Ладно, переходи лучше Лучше перейдим он выл и выл и и протекторы я не знаю как иначе выходит полечовка я поклялся служить тп надо взять и газы и палит хреново ставлю базу чертом где центральные базы понимаете вы этого упыря правда он слил лимитом там все равно димка 8 стармор какие юниты сделал какие юни тут все одно здание либо химеры либо ничего сделай парочку гиппос пара талонов пара гиппосы хоть что-то будет светит готова так одного виспанда все-таки оставить готова удачная застройка здесь тоже я трачусь все бабло для того чтобы мобилизоваться здесь по максимуму и надо еще все таки стартовать добычу возможно один феррик тоже хорошо зайдет но магазина нет кстати отсутствие магазина это прям серьезная проблема нужно ставить как-то в нейтральном месте ладно дожили и копать деревья никак и зачем это менять да согласен надо было конечно где салбер не моё а славу тьмы твоя воля исполнится я поклялся наверху нельзя отдавать надо кастеров убивать 1 2 3 салбер Да твою шмит, ну что же вы лезете вдвоем, паскуды. Ой, плохо. Крысы. С ума сойти можно. Нужно по-хорошему леча воскрешать. Возьму его в таверне. Служить Мерзулу, слушаю, приказываю. Я поклялся служить Мерзулу, приказываю. Проси, слушаю, приказываю. Бесит. Такой тиминг. Я не доконтролил там, сильно не доконтролил. Неудачно, кстати, этим взял. Сделал. Но самая главная проблема в том, что у них там на двоих три базы получается. У одного две и у второго одна. И как бы, что ты тут сделаешь. Так, ну тут повелитель огня у нас один. Он слушает. Древнее зло, опять же, непобедимо. Надо укрепляться, надо что-то придумывать. Но плюс в том, что у меня лимит. Ну, то есть, обкип хороший. Хороший, 50 лимита просто. 26, если быть точным. Так, а может у меня тут варды стоят? Или стоят? Он просто приходит вовремя. Идут. Да будет так. Готово. Так, окей, давай-ка грейд сделаем. Протекторами прикрылся. Центр пройду. Шедер мне медвежью услугу оказывает. Поврубал лес. Корона королей. Откуда деньги взять? Протекторы строятся. Корона нужна, конечно. Это как раз то самое вложение, которое может окупиться. Труша, вот, кстати, окупится сразу же. Даже на трех героев. Став, которым ты не пользуешься. Класс. Подаю когтем. А там пять рабочих? Пять рабочих добывает, да? Гэгэ, пишет Орг. Ох, он еще сейчас накормил этого товарища, да. Блин, капец. Ладно, окей, значит, ситуация какая. Death and Decay раз. Дваз и трис. Убиваем тремя ультами, которые ни на что больше не годны. Его мейн. В смысле, его мейн. Его базу. Все, она убита, считается. Он приходит. Я телепортируюсь. Мы отдаемся, да? Не факт. Раз. Раз. Два. Три. Блин, капец там. Назад. Блин, какой там Дима злой. Не-не-не-не. Сюда. Да. Да. Священная Россия согласен. когда же димку то отпустят а вот отпустила димку на без толку сможем что-то сделать ой блин плохо бывает зря я зря 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 не должен был не должен был не должен был не там конечно сложно его не отдать на что сразу кайл тебе влетает фокус влетает и немножко подтупливает если между там героями или вышками то все лесом раскатали как ну бы говорит обузе и дна мало того что фейк балмер поддержал в еще и сумму 200 рублей в англ невидимый на базе да да был только блэда там у этих пацанов не было да ладно это шуфа это ффа едем дальше есть еще время на третью игру что ли почему-то полугры не строил войска потому что выбирая между протектором и каким-то юнитом учитывая то что тебя даже барака нет ты естественно выбираешь протектор или мануэл учитывая прокаченные герои то есть сейчас вместо например 12 протекторов у меня было бы например ну не знаю 8 дриад который ничего бы не сделали хорошего по сравнению с атак то по крайней мере кайт был мана была жизни были dps отличный в вышек в принципе самый высокий dps по соотношению цена-качество если у вас есть задача не отдать базу противнику то в большинстве случаев лучше чем протектор и мануэл и вольф на не найдете ничего так вот вывод для души да песен просто заглядываешь видишь этот какой-нибудь товарищ ждет прям ждет специально после игры чтобы написать какую-нибудь гадость и пишет что это кто это чей-то смыв это древний-древний товарищ но как-то ему достался аккаунт этого 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 игрока без еда и на то ли граби вский смурф то ли еще чей-то арковский смурф видимо создал специально чего времена варкрафта так давай победка перед сном ну я постараюсь эти тут не просто все равно все очень просто было близко на самом деле я мог мог варда кайтить на самом деле муку водоросик 1 выложили ваш канал на сумму 1000 рублей кассарик зашел давай норм герой да 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 сейчас ну на самом деле лучше чем фаерлорд и 2 лича достаточно много народу то есть даже если в этой связке появляется кто-то из там один из шести-семи героев это уже замечательно просто замечать давайте перерыв на одну минуту я открою окно простите что пауза и сбегаю кое-куда всем кто недавно присоединился конечно же добрый вечер добра вам и фывы ну кому что а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения за задержку. Sorry. Гэл... Гэл Хэфэ. Ready. Ромео спрашивает, дотку врыва не будет? Не-не. Дота такая тема, что затянет незаметно и все. И очнусь и через год стриме Интернешнл. Это все... Шнур просто закрутился. Это все дело такое. А за краба в частик в этом достойном заведении банят? Вопрос времени, тайминга. Если ты поставишь просто краба, ничего страшного не будет. А если поставишь, когда... Ну, типа, там, я проигрываю, ты в чатике, я чемпион, а вот тебе краба. То, конечно, тут фыва, если замечу, то пойдет. Беспредел настоящий на гудгейме творится. Я почитал некоторые темы. Тут всех банят. Всех банят просто так. Никто не виноват. 120 человек забанены из, там, не знаю, 100 тысяч зарегиных. Полный беспредел. Творец. Так, снова эльфы. Респ. Хороший респ, кстати. Пожалуй, даже лучший. Который можно придумать. Потому что верхний будет озадачен криппингом свои верхние нычки. У этого карманный эксп. И, соответственно, сражение с соседом. Поэтому я тут в очень халявной ситуации оказываюсь. Главное не про... Не упустить этот момент и воспользоваться началом удачным. И в плане расы. И в плане... И в плане респа. Вопрос, куда ставить второй барак. Просто дефенсный или какой-то агрессивный справа. Готово. Справа. Постройте лунный колодец. Постройте лунный колодец. Агрессивный справа. Я уже поздновато агрессивный справа ставить. Если ставить, его надо было первым делом, чтобы эту точку забрать. Побыстрее. Микрофон у Мишкира шумит? Это возможно. Я там что-то крутил. Возможно, перекрутил. Так. Готово. Да, наверное, я просто поставлю какой-то на хай... На хай-граунде здесь аов. Чтобы... Чтобы недалеко и можно было штамповать арчи, чтобы дефенс был. Как-то так. Я готов к недостатке. Отлично. Козлик. Козлик через энтов. Отличный герой. Особенно для старта. Приказываем. Природа не знает усталости. Постройте лунный колодец. Готово. Я готова. Кто нарушил наш покой? Выманиваем. Природа не знает усталости. Где опасность? Во имя рука. Может быть, энтов-то и не будет трогать? Если я буду атаковать, не трогает. Макхитрец. Сразу фурч, 400 хп. И все. Еще один фурч будет. Он уже откатывается быстрым. Жду приказа. Природа не знает усталости. Ой, как он накозлил-то козлу. Последний момент. Кто нарушил наш покой? Да будет так. ЛС повесил под занавес. Сразу базу делаем. Где опасность? Тут далеко чапать. Давай, Мануэлл тогда. Деньги потратимся. Таким образом. Весь по рядышкам. Третья арча подходит. Четвертая строится. Кто нарушил наш покой? Да, энд падает. Покажите мне покоя. Во имя Дула за калимдор. Успел вызвать. Таки успел вызвать эндов. Ну и сразу ничек. Нет покоя в наших лесах. Четыре арчи пятую строю. Но больше пяти, наверное, уже не стоит делать. Барак возвращаем и на разведку, и на защиту. Ну и следом делаем грейд на Т2. Козел прекрасно сочетается с гипосами. Но до этого момента, наверное, надо качать только эндов и прикопку. Отменил арчу. Заказал. Заказал побыстрее грейд. Да и хватит этих арчей уже. Магазин пригодился бы. У него пораньше штампанул было бы лучше. Ну а сейчас, скорее всего, будем... Третий левел как получим, возьмем эндов. Стоит сделать еще апгрейд на Nature Blasting пораньше. Для того, чтобы эндов танковали и были более мобильны уже сейчас. Уходим. А, этот барак надо было, конечно, вести дальше. На вторую базу. Молодцы какие. Танкует, танкует. Еще раз танкует. Что еще? Еще Hunter's Hall. Еще Moonwell. И еще, наверное, Moonwell. Нет покоя в наших лесах. Амулет энергии. Класс. У Кипера сейчас запас маны практически такой же, как запас по хп. Кто нарушил наш покой? Природа не знает. Пойду-ка я им домой выложить девайсы. Продам ненужные. И пропью ману. Арчами сюда. Проверю сначала, собрал ли, закрепил ли Огров сосед, бывает, так что не крепит их. А там Андет. Неприятный сосед, но что ж поделаешь. Ух ты ж, ежик. Ух ты ж, ежик. Ух ты ж. Ух ты ж. Где опасность. Ух ты ж. Вот настоящий Архмак. Телепортируйся. Элема добить надо. Он исчез. Так, ну и что? Он будет... Ни одна Арча не погибла. Хайп. Отменим ему базу, если он, конечно, ее там строит. Делаем второго героя. Делаем грейд на Арчей все-таки. Он мог Акалита здесь спрятать. Он же хитрый. Реген маны пошел. Лорница пошла. И вот уже не знаю, стоит ли делать эксп тут под боком у него или не стоит. Вроде как рискованно, а вроде он может и забить, раз он не привел сюда Акалита. Может, он не планировал здесь базу строить. Делать ли Nature Blasting? Наверное, нет. Сейчас есть более важные вещи на... По лесу. Ну, если по грейд на Т-3, например, да. Второй герой. Нага. Уже начинает ощущаться... Потребность... Ну, как бы это сказать там... Да, потребность в танках. Присутствует. Он проверяет у меня базу. Приказывай. Природа не знает у тебя. Нет покоя в наших лесах. Пожалуй, ты прав. А, у нас в игре пух. Очистим лес от врагов. Они раскаются в этом. А, у него инвол. Кто нарушил наш покой? У него ТП-то нет. Разводим на инвол для начала. Приказывай. Наша война всегда со мной. И вот после этого нычек можно ставить. А потому что... Кто нарушил наш покой? Ему нужно сначала подумать над тем, как он будет мага. Лечить. Здесь закреплено все, увы. Дрядок пару надо сделать после того же самого четвертого аэма. И здесь, к сожалению, все закреплено. Ну вот, сюда бежим. Другого варианта нет. Выкидываю, выкидываю. Так, 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 так. Исследование завершено. Ну а тут так, 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 так. Надо было сначала отряд делать, конечно же. Я заглупил. Приказывай. Природа не знает усталости. Где опасность? Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Да, он, видите, не собирается сдавать эту базу. Нет покоя в наших лесах. Мой лук всегда со мной. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Укажите мне путь. Где опасность ситуации? Кто нарушил наш покой? Почувствуй, что ли? Не, надо шахту бить сначала. Так, дальше-то что? Мунвелл. Он отменяет. Дожидаюсь грейда до Т3. Беру героя, делаю грейд на медведей. Может быть, имеет смысл сейчас попытаться просто его убить с первыми медведями, учитывая то, что дестройеров у него может к этому моменту не быть. А у меня как раз дрядки с дисполом. Козёл серьёзный. Ну и плюс, к тому же, мне не хочется отходить от этой строящейся нычки. Потому что он её может отменить в любой момент. Барака выкапываю. Что он будет мешать мне, а тут он может помочь. Исследование завершено, смотрим. Вышки делать, ну как знает. Раз, два, три. Так, вижу архмага. Пытаюсь его... Блочим его. А вот и танк. ТП пошёл. Мак-минус. Тут прикапываем. Диспола я что-то забыл. Да, надо сейчас... Возможно, минуснуть. Нет покоя в наших лесах. Где? Понятно. Красавчик. Не знаю. Что произошло? Ну, кипер ржёт. Кипер просто тащит. Ещё энты. У нас мало времени. Нет покоя в наших... Сейчас можно было Нейчо Блэссинг сделать. Когда начинать? Сейчас. Что произошло? Не оставлять силу. Скоро выйдет у него... Очень хороший тайминг, кстати. Хорошо, что я на него пошёл. Кто нарушил наш покой? Не буди его мне зверя. Где опасность? Нет покоя в наших лесах. Добиваем. Жук там пробивает себя. Пока что. Еее, жук прошёл. Ге-ге. Ливнул. Так, освобождаем. Сейчас бы метнуться в центр. Но я, по крайней мере, хочу убить вот эту штуку. Надо ещё жуку передать. Передать став. Закинуть козла. Что он абсолютно пустой по мане. Пожалуй, ты прав. Во имя духов. Кто нарушил наш покой? И всё. И сейчас попробуем кого-то взять в центре. Убили, убили. Молодцы. Жук. Ну давай с нами. Ты чего? Так, здесь есть третья база. Тут уже нет големов. Ну, мы там подзадержались на базе у него. Но... Хорошо, что убили. Трупы, трупы, сплошные трупы. Вижу виверный. Ой, луна старжа ещё играет. Когти плюс 15 вижу. Амулет маны вижу. Телепорт. Ботинки тогда приобретём. Ну же, на мульт. Пайп. Столько хороших вещей. Слушайте. Зря я мишка взял. Но возьмём пайпу, потому что она нужна как бы всем тут. Аура. Мархмаговская. Что это такое? Кто это такое? Хочу повоевать с этим. С этим Димкой. Димка-то прикольный. Димка-то прикольный. Опять сапоги. Сюда. И шредера. Сейчас, сейчас, сейчас. Попробуем купить наиболее полезные вещи. Хочется. На шредера вот-вот уже почти набрали. Тут как раз пять виспов переводим сюда. Шредер есть. Отлично. Переводим его домой. Пусть спилит. Здесь лишние виспы ещё есть. Может быть, стоит... Хочу амулет маны взять. Подождите. Хочу. Когти плюс 15 тоже хотелось бы. Кольцо защиты плюс 5 тоже неплохо. Только нету денег. Ладно, начнём с наиболее важных. Амулет маны раз. О чём шумят деревья? Это три девайса, которые хочется купить. Кольцо всё-таки Жуку важнее. У него сейчас такой сложный период в жизни, что он... Ему это кольцо пойдёт. Он ни в коем случае не должен умирать в замесах. А учитывая то, что он первого левела, это провернуть сложновато. То есть, как-то его упрашивать. Вроде его надо брать с собой просто, чтобы он экспо получал. Но он же милишный, в конце концов. Так, тут Димка у нас. Да ладно. Димка закрепил. Сейчас Димку будем мочить. Привет. Ооо. Привет. Тут кот. Что случилось в следовании за ветром? Что произошло? природа не знает, устала. Что случилось в наших усах? Наши вольд в билипую? Привет. Что нарушил наш покой? Что случилось в наших усах? Оставлять следов. Навешиваем по-моему. Нарчи пофиг. вот ряд к я бы подряд жуэл так и что дальше дракон то вернется нет надо было нога убирать маска смерти это к типа козлу зачем пух лагает сало купи сало сало кричит пух лагает пух пух вот так вот пух подвел он этот город какой ряд у нас середины игры уже что ссори трай что отключил что-то кстати благодаря тому что я светил давайте димку убьем у него протекторы у нее герои там такие несерьезные что димка бы обороняется короче димка молодец я рычу я рычу иду вперед так 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 что случилось на покоя в наше признак прекрасно он нарушил на спокойно спала и жук вот те жук я так хотел чтобы он чтобы он жил я он не выжил так козлик у нас транквилы уже я бы подлечился вот слипает мне козла нога 5 минус героем добиваем ему алтарь хорошо грейды доделываем сейчас надо свечиться я думаю в химер и переучивать кипера раз два три четыре и сюда медведей естественно построил зря бега и димка ливнул я димка почему-то со сразу ассоциируется с известным товарищем учетов не сделать димка добряк ну и понимаете могу на виспах кстати прокачаться неплохо здесь смотрите какой такое замечательное место ставлю было медведя сюда пока этот жук будет убивать виспов да с медведем конечно что-то лечим он убивал виспов на 3 левел почти да не ровно на 3 там еще протекторы есть и давай протектором тем более тут пух подошел так это серьезней мне нужен продакшен именно гиппогрифный продакшен сбегаю кайф центром покажу учат своему разуму олены еще не доделал грейд на талонов жук просто он не только как бы танкует благодаря пассивке хорошо он же еще контроля добавляет чем-то похож на то у рена в этом плане то есть он дает стан и тем самым нейтрализует наземных противников амуретов получил возможным кольцо защиты плюс 5 окей а вот тут пожалуйста пух не 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 нет ни только не молоток по твоему приказу и все ползи ползим нет покоя фуху полз я ведь уполз давай две химеры этого хватит с медведей просто изводим всех черт я же не переучился твою шметь ну бежал за одним увидел что сапог нет расстроился и как мы теперь одним козлом так надо меняется девайсы нас жука мужика 13 армором все козлик пришел книжку купил спаги купил свиток купил молодец еще что же продай 1 2 3 1 2 другое дело трушот еще пара талонов это исключительно для фэрифайра и полетом ну и к пуху надо надо еще проверить что у нас по виспам нет ли излишка излишка нет все дриаду мы отдали 78 лимита отлично ну и потихонечку сейчас будем пуху поджимать лимит полностью изменился у нас почти пачка гипосов с талонами есть химеры чтобы можно было штурмовать вот эти вот протекторы в частности не забываем про транквилу посмотрим если у пуха способы перебить транквилу что это такая поехали ладно раз у вас криво конечно же сделал у него очень все плохо минусуем леча минусуем пуху ловы лапы давай транквилу сразу же и химеру восстанавливаем который потеряли так он не восстанавливает видимо печатает что-то или просто смотрят чем он не будет продолжать сопротивляться это очень здорово кто нарушил наш покой хотя что-то гульки то побежали не он делает этих как эйдрят красавчик и что делать мне наверное больше химер нужно стоит сделать а то некому убивать зданием но для того чтобы их сделать нужно чем-то пожертвовать либо просто выходить из лимита 80 что я делать как вы знаете не очень люблю без крайней необходимости козочка убегает убиваем ему мэйн ну и все дальше наверное имеет смысл сбегать в центру поискать может там что есть ценные на покупку шедра переведем поближе к елкам пара выстрелов сделали ногой ну у ноги есть во первых два свободных слота во вторых на хатруши таура вторая жуку трушо датор что-то третьего не хватает реально было пришел еще один купить вот два отличных девайс корона королей плюс еще барабаны боевые еще когти плюс 15 беру вот это шопинг я понимаю так у жука нет ботинок но мне нечего продавать чтобы эти слоты освободить надо просто передать скажем жуку жуку корону королей и нога снова побежит за девайсом за ботинками в данном случае так денежка копится бас не очень много пух не выходят давайте я все-таки сделаю так убью несколько гиппогрифов и закажу две химеры потому что непонятно с кем я дальше буду сражаться то есть нужны там будет гиппогрифы или нет так два сапога у ноги господи у жука арба ладно став все равно ты мне пользуешься все вот так вот жук получает пятый сейчас будет не 2 химера 4 что соответственно серьезно ускорит процесс как-то сказать правильно господи пух пух не сдается он просто в другом месте заказывался красавчик он и алтарь тут красавчик а козочки что козочки прибегали я помню будет защищаться интересно или нет да он будет защищаться так он восстанавливает героя не даем ему этой этой халявы без героев сложновато так но он ищет где можно базу поставить еще сплэш а тут батки да класс ну что мне с ним делать гряд то изловить не просто арба нужно дальше у нас идет парадайз юзер ливает сюда мы переводим виспов или отменить все таки и он если нога придет то может и выживем там же еще хапочка добавится готова фиг вам до пух самое время по контролю сейчас люблю его давайте искать пухом так здесь здесь sx парадайз то есть пуха как подсказывает кэп нет заканчиваются базы потихонечку переходим вот по центру он может быть если он там на халяву стоял а это вполне возможно потому что видите там вырубленным то это плохо вниз идет там туда-сюда короче включил режим макро вот он отстраивается красавчик хорош уже рычу бегаю вп отличным так пуха нет уже попроще будет кто есть есть лунастар парадайз и айреникус с таким лимитом конечно хочется хочется и не хочется идти корпус но корпус чем-то надо идти к лимитом ставим здесь базу четырехмер давайте на нижнюю тогда пойдем добавим еще трех четырех гиппогрифов возьмем свитки или там какие-то девайсы полезным и будем будем искать способ способ еще получить экспы проверю пару правых баз кто занял эльф занял айреникус а нижний кто занял эльф подходит на самом деле никто не занял вообще никто не занял только ради девайса можно ну и какого-то количества бабла можно подкрепить эту тему слотов правда нет а поехали я даже транквил уязну чтобы не тратить время на риджова и прочим королевская корона кому вроде как жуку но на что менять то вообще кипер не нужно амулет энергии уже не нужно сюда переводим айреникус мне не нравится плане раз и поэтому я хочу с ним сражаться единственное что может стоить сейчас выйти как раз из лимитом сделать пока тут подождем когда транквил откатятся здесь 1 2 3 4 5 вот приходит орк на это хреново третий левел господи что это за грандиозная армия маску козла выкинь стратег опять помните стратег который советовал о есть хороший хорошая аура блин от реально маску надо выкидывать последнее что осталось такое блин я хочу сражаться с ним там батки конечно же ну ладно неплохо пару и верн сняли сразу же сейчас баток будет заряжать мне бы добавить хотя бы там каких-нибудь там дрят недряд парочку фериков да тебе надо было добавить телепорт да он баток строить сейчас должен но пока что-то не заряжает что странно беру т.п. перики летят грядки идут но ему скорее всего даже не хватит баток если у него их нет просто не хватит чтобы все взорвать снизу правда подходит блин козлиный эльф нет покоя в наших лесах с база закончилась до теперь на main да я захожу пошла транквилла тут бы вот так вот сделать весь воздух минус здесь делаем так свиток пошел он пытается козла убить мы его убиваем хорошо вот и возникает вопрос а зачем ты ко мне приходил то вот для чего непонятно для чего ради ради чего если не уверен что получится не ясно так рабочие эвакуируется вижу что здесь до дред лорд очень печальный надо сделать транквиллу пока дред лорд далеко и не сможет никак перебить и большое большое количество химер под рейком довольно быстро сносит базу так я должен раз два три сюда здесь лучше против потенциально дрянного эльфа построить я понял тебя у меня тут еще база есть еще проверить надо где еще может быть так это тоже убить тут а что это это просто база ставь раз глаза ставь до вас так ну тут андет тут лунастар которого конечно лучше не трогать пока я не справлюсь с этим рабочие эвакуируется неясно куда базы ставим здесь одну здесь вторую и здесь третью рабочий пытается спасти у него есть инвиз он его успела не успевает поражать видимо хотелось как-то подхарасить ггм остается двое получается эльф да и андет эльф мне не нравится потому что у него лимит такой что что мои гипосы и мои химеры они ничего полезного не сделают а вот андета и с химерами такую базу особенно защищенную можно быстро снести и благодаря киперу с транквилой с аурой надо бы еще вампиризма купить найти его и купить тут как повезет как вижу андет идет с околитами центр пачка есть ё-моё тут эльф и не не только не ой как бы мне не согрича слишком вам вроде как нужно сейчас андета убивать с эльфом я все равно ничего не сделаю телепортируется смотрим понятно амша и финды но тут еще этот козлиф голым подержал на сумму 100 рублей привет а сегодня я спою тебе песню слушай где был однажды свет теперь спустилась тьма где была однажды любовь ее больше нет не говори до свидания не говори майкер юши элнот пас невероятно короче что я хотел я хотел во первых прожать транквилу сгрызть гипосов но которые вообще не нужны ни против одного ни против второго сделать наверное мг и мер как-то надо по-хитрому разменять но я виспок еще заряжают по полной программе то нарушил наш покой очистим лес от врагов нет покоя в наших лесах это вот феррик может пригодиться и все равно в лимита нет идет идет камни тут демон восьмой демон и два форсира на два форсира то ладно двух форсиров можно еще вытерпеть как не с этим сражаться мира особо то не помогает я слышал приказы нет покоя в наших лесах природа не знает во имя духов блин капец ну это грязь просто какая-то тихо тихо назад конечно с демона в принципе сражаться не хочется а тут еще ладно попробуем мне эта хрень выходит отдаем базу знаете я еще не знаю как мне сэппом снижим сражаться тут еще такая вот фигня химеры не пробивает эту всю тему наверное мг и медведем теории неплохо должны зайти только в теории на практике хрен его знает да ну химеры это лишнее здесь они лишние хотя подожди 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 может крит масса химера хорошо зайдет не ну как крит масса там же димка димка то любых покарает людей диме ты как раз по барабану ладно 2 мг 2 михаил кто нарушил наш покой природа не знает а где в т.п. так мы здесь ставится достаточно мало еще ряд хочется сделать но понятное дело что дриады это вообще не выход так я не купил еще т.п. но вот без формы без формы сражаться то можно 2 лава лапа природа не знает усталости естественно приказывает нет покоя в наших лесах понимаете то есть если сплэш идет жестенький такой прям прям пд ищ если им пейл пройдет хороший то то норм я вот не уверен что успею добежать до того момента как он природа не знает как у него откатится хотя под т.п. можно поймать реально можно поймать под т.п. наш покой природа не знает это пэта не будет ну куда ну михаил на не мне нравится идея с химерами по крайней мере против этого товарища на он готовится база недобитым запас у меня нет по ресурсам этот парочку гипосов оказывается оставил обожаю так делать успел успел сам виноват природа не знает усталости кто нарушил наш покой так ну там ульта поэтому я просто 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 пришли развели на ульту убили нескольких юнитов медведя живые риджуф риджуф и сейчас он стоит со своим демон хантером и думает блин как же так получилось на гипс мне не нужно с эльфом будет проблема безусловно она будет позже вот а сейчас снова приходим к нему с такой замечательной нашей армии еще один мг пирать 1к поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша да давай еще у тебя плохо получается да 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 спасибо тебе да за поддержку конечно же 776 ёшки матрешки и тут этот бегает ладно поехали поехали короче надо луна стара добить просто добить луна стара да конечно эртквейк причем сразу сюда пойду аэроника спешит гг а в с там еще живой гарги от гарги это интереснее же ой блин что-то я не увидел аэроника ну он конечно здесь попал здесь нет покоя в наших лесах природа не знает что нарушил наш покой нет покоя в лесах очистить лес от врагов приказ где опасность амскрай 1к поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей миша миша у тебя отлично получается давай еще играть спасибо так ну здесь как вы видите есть тоже проблема я заказываю гипосов чтобы ух ты как так теперь нужно алтарь добить да как обычно ну ты чё я нет покоя в наших лесах леса нет десятый кипер готов восьмой жук молодец если луна стар приходит околитами а шедер как шедер работает ну вроде не строится надо гипосами склевать дистра тут слишком много мг и они медленно убивают потому что палки закончились окей значит у нас получается есть еще вест а вест какого цвета вест как раз тут самый дриадный эльф на самом деле то есть тут не стоит расслабляться и недооценивать перекапываясь пока сюда запас по ресурсам какой то есть в общем то околита ходит проверяет я должен проверить во первых нычки нычки да вот вот такого рода нычки должен проверять был а снизу козочки идут а темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша тоже логика вот смотрите какая ситуация ко мне приходит человек я не добил при этом луна стара а я должен его добивать поэтому я лучше стелепортируюсь сюда добью алтари и восстановлю те же самые там не знаю алтари лорницы где-нибудь в центре и нужно взять какую-то вот такую базу и мануэла еще то есть я мэйн осознанно отдаю для того чтобы просто добить вот этого товарища ой там этим капец у нас как все-таки деревьев деревьев не хватает грейда не хватает на т2 и я лорницы кажись не закажу и мунвелов не хватает священная роща осквернена приказывай кто нарушил наш покой блин где опасность природа не знает нет покоя в нашей священная роща вот смотрите какой кто нарушил наш покой природа не знает они могут заказаться к сожалению надо было деревья выкапывать хотя бы что-то я бы спас причем выкапывать их в такую сторону чтобы выберите другое место кто нарушил наш покой нет покоя в наших лесах выберите другое место где опасность готов наши воины вступили в боль готовы да там соточка готова 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 там соточка я не знаю что делать у меня продакшена нет нифига кто нарушил наш покой это реально проблема кто нарушил наш покой он эвакуируется рабами я могу попробовать поставить деревья вот сюда ну хотя бы что там нет даже даже обычные гипосы подойдут готова готова священная роща оспернина и при этом надо найти ой вест вест молодец использую рабочих для того чтобы побыстрее отстроить смотри какой а есть хотя бы одну точку надо защитить готова священная роща оспернина древо выращено хорошо деревья топают ок сюда дерево еще одно да 80 лимитом 80 лимита блин ой шредер как жалко то ёпрст гульки гульки говорит леса нет вот пожалуйста лес да здесь нападает второй я должен заказывать антиэйр должен заказывать висков и лорницы наверное да готова готова тут одного мг возьму сейчас придется уже встречать где мг ага священная роща ожидаем так поехали дальше разрушать в наших лесах где опасность готово готово о оаааааааа как меня это ве моравает ладно бабло пока есть гиппогрифов потихоньку строим она заканчивается правду надо здесь нычку проверить не просто проверить а мальфа и оставил телепорт интересно серьезно давай он нарушил наш покой блин ну явно ты побил был передан а блинг даггер нет покоя в наших лесах вот ты смотри какой капец как метод как я люблю так надо быстро ну и 2 подходит слева да я понял тебя я тебя понял но опять же нужно сначала этого добить ну что ну они будут действовать против меня до это самое до конца если я вот и все как вы бесите просто красавчик ничего сражаться 76 чушь ну как мне правда нельзя эту базу давать а так у тебя тупо нет а так идея не отдавать эту базу хороша конечно ну куда же ты давай постражаемся бесят третий левел мк что ты что это такое вообще за герой что это как 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 вы бесите меня скоты ну все они будут так бегать понимаете будут так бегать крыски блин так давайте проверим где осталось у них где что у них осталось так вижу так это вест а куда он слепортирую это вест нет покоя в наших лесах у кого-нибудь ну твою жметь да 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 и нельзя отходить я он здесь он здесь и так убиваем он нарушил наш покой стоять скотину так теперь алтари где были алтари от покоя в наших листах там десятый левел уже телепорта правда нет прыгай прыгай от меня еще дрят еще дрят такой аркадий капец там же еще тот живой а этот восстанавливает 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 героев пытаюсь перейти на другую базу забей вот это вот надо убивать по крайней мере зигураты и мэйн продается ну это хорошо значит у него значит у него с баблом проблемы и это значит надо активизировать поиски а ну ясно это очень плохо вест занял правую базу надо мэйн убивать пока есть опция такая ну будут будет еще этот демон хантер будут еще эти форсиры он их восстановит деньги он найдет нет покоя и о моем нужно срочно взять т.п. а здесь как с одну дрятку надо оставить ты поберу правда здорово да еще давай сейчас ульта не тут почему почему люди такие такие ой 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 у него бегерок он уйдет мне надо было бежать этими так что произошло о чем шумят и что у нас славная рыс что произошло по славу леса где опасность кто нарушил наш покой я слышал все нет покоя в наших лесах они раскаются в этом да 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 пробуем убрать этому базу стпшится сюда ультует раз два три с давай форкет какой-нибудь нет наверное мпл куда-нибудь туда ну там вообще ничего не работает падает давай транквилу не успеем собака блин давай-ка здесь запустим то есть пока там подрезал точнее сражался с армией два героя на халяву базу убили вообще капец это такие чемпионы я в шоке ребят просто чемпионы надо эту нычку убивать он не хочет ее терять что случилось понятное дело приказывает природу не знает привет наши вольные и купили боль кто нарушил наш покой я слышал все не опасно я не нежел приказывает свящая помощь а к нам наш дом лучший ой ты скотина так быстро ищем где у него еще что осталось нас кажется у него осталось на территории вообще эльфа где-то эльф его особо не шугает вот так и получается 6 мануэлов не уничтожил до ловить его конечно попробуем где-то он есть понимаете где-то он точно есть я уже все гиппосов отправляю чтобы опа это норма он бегает перри фаер щас развешиваем вот этот форсер кстати пришли блинг даггер надо брать вообще вы бы не палитесь пацаны о да 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 теперь да фух ну хоть сражаются они не разбежались сражаться решили не сражаться ой красавцы ой я просто вас уважаю зачем драться вот этого прикопай все ну хотя бы этого возьмем минус фс раз оооооооооооооо Семён Семёныч на тебе Ой, у меня ТП нет Да как так-то, ёпыр СТ, блин Не ТП, не алло, в общем, не алтаря Угу, я понял тебя О, свака Где этот гад? Не видно его Я, козлик это Так, козочки назад, пожалуйста Мпл Полезешь, что ли, дальше И этот снизу трётся Давай транквилом Высчет В общем, работаем Вот насколько же всё-таки они Не очень, ну И тем не менее Я пытаюсь сносить Демон Хантера Тут опять без ТП пришёл Тут понятным Опа Ранки вилла пошла Угу, вижу, Акалита справа Ой, ну да-да-да Да надо брать было Так, и ТП опять у меня нет Здесь как добыча идёт, добыча идёт Здесь добыча идёт, добыча не идёт Кто нарушил наш покой Естественно, я Не успеваю Совсем Надо два телепорта взять Здесь убили, наконец Сейчас его должно же Отпустить, да? Угу Не должно А вот и отпустил Ух ты Это мой шанс Забрать упыря ГГ Какой ГГ? Взяли Убили Хорошо Значит Теперь остался один Да? Убьём так Так Сейчас попроще будет Да тот Приходил отдавался Приходил отдавался Поэтому Не думаю, что То есть Герои у него слабенькие Пятый МК Лич седьмой Вроде как Бестмастер седьмой Всегда заказываем Дриад У него Наверняка будет попытка Вот эту базу поставить Что-то центральную Нижнюю он Потерял Я, соответственно Ставлю две базы Добиваю лимит Дриадным Дриадами Кто нарушил наш покой Где опасность Кто нарушил наш покой Хотя может стоит Нет покоя в наших лесах Опять я не купил Нужна древесина Да вроде пока не нужна Понятно, что Шредра нет Но С таким количеством Денег Интересно, сколько здесь осталось Мне кажется, вообще там Ничего не осталось Вижу Дриад вражеских Козел Все никак не может Себе купить Телепорт Покупаю сразу два Беру еще одного МГ Скорее всего сюда придет Да И мерки есть Да плевать, в общем А, фокус будет Это прикольно, да Это прям правильно Да Вынудился Телепортироваться Причем У меня, как вы видите Здесь Телепорт Не совсем Правильное место Но я никого Кроме этого Не потерял То есть не потерял Химеру Еще что-то там По мелочи Давай гиппосов Сейчас возьмем Наверное Аймшу Чтоб покайтить Надо было Маутен джайн Там потаунтить Это бы помогло Да я как обычно Завтыкал Все, следующий замес Если, конечно Он не уйдет Никуда Будем ультовать Сейчас проверю Эту базу Он должен ее Ставить По идее Это правильная Тема С его стороны Ну Необходимая Так скажем Он вынужден Это делать Нет покоя Вынуждаем На тп На самом деле Природа Не знает Усталости Все Не показываю Пока Кто нарушил Наш покой Но он вроде Отдает Эту базу А не Он сейчас потеряет Много Много Эхимер Все Реинфорсм Не клевает Давай Я тебя Ультану На всех Случа Кипером Молоток Ой Не все Дриады Еще Тп Не все Там Со второго Телепорта Ушли Транквилу 80 лимита Есть Химера у него нет Весь лимит Мы сажали Даже хорошо Что лимит Подсливали Потому что Сейчас добыча Еще идет Можно еще Построить Построить базу Справа Но это ГГ Это уже Точно ГГ Самый сложный Промежуток Времени Когда Двое Действовали Слаженным Он уже Пройден Здесь база Должна уже Была закончиться То есть У него Скорее всего Нет уже Свободных нычек Где можно Добывать золото Нет Еще есть Ну там 1400 всего лишь Это уже Не тот Объем Средств Нага ультует Дрыны Берем Вперед Идем Не хочет Защищать Струбазу Тоже Видимо Ну и Хорошо Хотя Возможно Вот эта Центральная Нижняя Она же Была Очень Поздно Поставлены Айреникс Тоже Ливает Посмотрим Да Там Там Еще Живо Более 12 Косарей И Очень Очень Много Протектов Так Транквил Не хочется Тратить На это Дело Ультует Лич Ох Как же Ты ошибся Так Давай-ка Мы здесь Транквил Сделаем Ультует Но очень Неудачным На мой Взгляд Прорывается Маунтан Кинг Получает МПЛ Попадает Наконец По Киперам Но на самом Деле Мы сейчас Его можем Просто Убить Правда Жуку Хреново У него Скоро Ульта А тут В общем-то И Транквил Скоро Тоже Давай Назад Отступим Незачем Так Рисковать Готово Гиппасов Клевываем ГГ Победа Пацаны Пацаны Это Победа Сейчас Сегодня Не минусовый По крайней мере Кажется 2-2 Получается Но Выпадали Эльфы Трижды Так что Это не очень Хорошая статистика Тем не менее Игры были Прикольные Я с вами Прощаюсь Приглашаю Завтра вечерком На трансляцию Скорее всего Поларик Крофт Вот Начало В 7 часов Вечера Но Лучше Подписаться На канал И Что говоришь У нас Гости будут Что Брюс Приезжает Что Ребята Я ничего Не говорил Игорь Андреевич Прилетает Завтра Поэтому Трансляции Откладываются Ну На неделю Минимум Спокойной ночи Спокойной ночи Продолжение следует... Трансляции